поехали поехали и так сегодня будет самое наверное продолжительная трансляция по пилос of eternity 16 часть чатику привет в прошлой части мы завалили дракона получили огромное количество лута с которым сейчас будем разбираться там есть толковые вещи я хотел кажется щит отдать да это сокровищница а вот этого дракон и он пропал там труп трупик так что за ивенты сначала здесь посмотрим плохой посетитель покидает направить эскорт валера гамбли активируем на ваш канал гэмбл спасибо за активация опыт какие-то пеленки и назначаем в общем дайка сегодня к вам стоп в багдаде все спокойно наемники все по максимуму здесь опа не все построено а может быть периодически они рушат стою поставим за слон хорошо а то все построил и больше делать нечего так во первых я хотел посмотреть армор новый который появился с мега низкой скоростью восстановление насколько я помню и и там была двадцатка что ли вроде вот она двадцатка да я уже и поставил вы 4 на 6 вы 4 он еще десяточка а какой на мне был скорее всего был вот такой вот тут было второе дыхание на скорость восстановления очень высокая 50 процентов самой высокой вы 4 на двойка плюс три колющие два восприятия кстати в общей сложности то вычет урона повышается от дробящего от рубящего и от колющего ты уверен ты не перепутал их нет понижается 17 13 но появляются еще резисты к огню к кислоте и немножко повыше к молниям с другой стороны она будет чаще бить и у нее двуруч легендарный очень клевый двуруч плюс этот доспех кажется можно еще зачаровать защита бонус к характеристикам восприятие все таки сделаю для точности некоторые вещи превосходного качества сэш положил посмотри арбалет арбалет у меня просто никого с арбалетом нет но да можно посмотреть так и давай защиту какой-нибудь все-таки наверное от колющего от колющего люблю потому что это не только всякие всякие пики точеные но и выстрелы издалека многие там из лука например да да так белая кузни еще не тратил все значит оставили здесь армор поставили хороший защита прекрасный 98 88 109 94 прекрасный танк просто прекрасный ловкость реакция защита в оглушенном отклонение девяточка еще игнорируем и вычет урона и вычет урона колющий рубящий но совсем не адекватный вычет потому что есть уже резисты в других местах я бы поставил хотя бы телосложение вот выносливость еще апнули с хп и повысили еще защиту вторую поиск конечно так себе ладно здесь кому еще можно вычет урона поставить на руку давай ашоту пока что пофиг так армор и этот отправляем в стэш все тяжелые отправляем стэш отправляем отправляем колечко хорошее девятку дает бобру меняем стойкость реакции воли так берем этот плащик отправляем сейчас я порядок просто при на виду стоек же еще получил щит отклонение восьмерка защита 99 господи у него защиты больше чем у основное отклонение больше чем у крусадера на единичку но больше у нее такое ощущение атлетики больше чем у эдро у нее 1 к 6 соотношение стамины к хп может за счет предметов каких-то так что дает щит аура для друзей все защиты плюс 5 вот ради этого я решил в стойку вместо палочки взять да но у него в руках одноручная булава уникальная которая которая при ослеплении попадает причем ему как-то удалось ослепить противника 3 из 15 5 из 13 точнее но может быть мы ему дадим какое-то другое другое оружие одноручное пам-пам-пам-пам устойкой выше вычет урона да у него в ушечке 17 а мы ему тяжелый доспех дали кстати мы же можем сейчас доспех ему дать старый тогда у него еще будет нет нет этот а другой который с вторым дыханием его и знание еще плюс 2 великолепно мы стойку заменим доспех такой он бронированный становится а можно зачаровать только вайт марша хорошо что можно из одноручного оружия полезного стойку что можно дать есть у нас сабли заражение личинками это нет оно должно просто просто разъедающий урон точность украсть продолжительность полезного воздействия на цель он то и атакует то редко ему бы что-нибудь взять такое что можно топорик ему дать даст ему отклонение еще пятерочку хотя довольно простой топорик несерьезно но это неплохой кандидат сейчас посмотрим пробежимся есть дагерок например выносливость игнорируемый вычет огненный урон есть рапира с повышенной точностью украсть 5 секунд продолжительность от каждого полезного воздействия и украсть скорость атаки хороший дебаф плюс разъедающий урон давайте ему рапирку у него-то точность своя плохая ас почему понизилась у тебя что а у тебя тут сама по себе точность хорошим но если мы сделаем его качество при отличного например то мы догоним и так а если у меня что-нибудь еще одноручное полезное для стойка двуручный жезл вот арбалета которым говорили превосходное качество великолепно 30 44 арбалет арбалет ладно давай сделаем превосходное качество отличное качество точнее есть 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 точность 8 урон 30 но другое дело сейчас будет 65 70 это пока скинем волшебная палочка точность при атаке той же цели не буду потому что ну есть у меня бонусы к точности при атаке той же цели хотя это есть у бобра прим при этом этой пушке у нее точность бешеная так выкинули кому можно дать арбалет есть палочка хороший вопрос закрыт здесь во кстати может мы херавиаса в арбалет хотя он все равно постоянно кастует эти мы просто дам арбалет но ливи лоу не поддержал 100 рублей спасибо за хотел поддержать да не сдерживай себя хорошо итак мы прошли бесконечные пути их всего получилось 15 я уже на 14 прошлом в прошлой части хотел остановиться и сделать перерыв в бесконечных путях но но хорошо что этого не сделал тут возврат назад проверяем тупик здесь ли не тупик а все ружи с духовной прокачивает до превосходного да ну мне просто прокачать вот куда его убрал придется всем убрал просто я не знаю как прокачать его на на превосходное качество понимаете ладно давайте заменю попробуем как вот мне ослепление кинуть стойком как если него этой обилки в принципе нет до ловушки еще нужно в стэшки скинуть конечно же и продать их по хорошему надо какой сразу порядок настал еще можно по хорошему накрафтить всякую еду чтобы это сложение восприятие максимальное здоровье класс телятина по-герцогски сушеный окуль пикантный пирог все есть еда а там 10 процентный шанс на пушки да да короче надо стойка в бой отправлять пусть он там бьет возвращаемся поднимаемся наверх лестница ведущая наверх развалилась но скалы вокруг были достаточно крепкими потратив достаточно времени вы сможете забраться по ним вы медленно и уверенно сбираетесь по камням и вылезаете наверх возвращаемся а лоту новые спалы выучил на самом деле из тех книг которые были я перенес но кажется что нет сейчас погодите я хотел я хотел сравнить вот эти вот две пушки урон больше тут точность на скорость атаки выше игнорируемый вычет тут отличное качество тут такое кстати я же могу наверное качество отличное тоже сделать бобру да могу и сделаю вот теперь уже урон сопоставим тогда выкидываем эти пушки а там среди золота книжка лежала не заметил этого на час перепроверить гримуары которые скинул стэш как он так легко убил а дрова не легко с третьего трая всего лишь вообще парализация на него действует хорошее количество бафов высокая точность танк который отводит от но отвлекает дракона по крайней мере на первые 12 и от ну короче смысл какой был я вызвал самонов вывел вперед танка основная группа пока накидывал на себя защиту от страха благословения там верность там каких там еще увеличивает точность там и прочее а остальные остальные обходит дракона с фланга для того чтобы если он бил а о е он попадал не по основной группе а потой потом выходишь у тебя уже у двух героев точность 80 плюс по дракону соответственно все он стоит в параличе практически постоянно со смелочью разбираешься при помощи там того же самого друида и танком танкуешь ну друид который делает молнии оглушает изи короче ой лаяр привет так ну теперь самое сложное нужно решить куда идти с одной стороны в бухте непокорности я выполнил насколько понимаю значительную часть квестов и мне нужно как-то пробраться в вязы близнецы для этого необходимо вообще нет есть еще хвосты по квестам полиджи не кажется что у нас зря тратит время на мелкие задания бухни непокорность считаю что будет существует более серьезные угрозы интересам ульянских республик хочет заручиться моей помощью устроения не посетить посольство в первых огнях можно взять вот например этот квест поговорить с послом о гости первые огни это опять же бухты непокорности поехали то пандет когда ты говоришь лучше или хуже надо понимать по крайней мере для себя ответ на вопрос чем желательно чтобы это был какой-то список потому что есть понятие субъективности суждение например вот так что постарайся сформулировать чем лучше или чем хуже это просто поможет исправить ситуацию вот и все так кажется мне в посольство нужно пролить до посольство побежали до другой дракон был убит показ картина печати сломался я отключил вопрос почему сломался а вот и а гостин посол а гости я бы хотел обсудить с вами весьма срочный и края и крайне важный вопрос полиджина если это тот вопрос о котором мы говорили ранее я сомневаюсь что меня будет легче убедить теперь на всем сайте отключил нет вряд ли промолчать посолом моляю вас ступите взглянуть на это еще раз а в чем проблема кстати довольны мы не будем снова говорить об анимансерах бухты непокорности желание дуг бэлс не изменились со времен нашего прошлого разговора если ты не слышала слухи о твоем неповиновении уже достигли ушей герцогини биаджеппе и герцога селоны но пошла молва что тебе нельзя доверить выполнение твоих обязанностей может этим разговором нужно достичь берегов спиренто решительность полиджина быстро превращается в потрясение беспокойство но намолчит что-то за бескребетный бездельник такого если вы со своими герцогами не собираетесь принимать его всерьез то отвалите золотые глаза полиджин полиджины расширяются но она молчит несмотря на ее удивление вы замечаете что мгновение на ее лице проскользнула подавляемая улыбка привет босс другу поддержал ваш канал на сумму 500 рублей за еще одну голову дракона в этой игре потом гляну запись привет следующему да драконы это всегда прекрасно но у нас у всех свои роли так или иначе я представитель герцогов они так не адвокат полиджины что герцога хотят от меня посол нестабильность дирвода представил предоставила нам возможность перехватить их торговлю с эр гланфатом нам скоро нужно будет встретиться с гланфатанцами чтобы закрепить предстоящие торговые соглашения дороги вязь за близнецы могут быть опасными конечно но именно поэтому ты будешь нашим представителем там экоси пас экоси посол экосим на разве это не спровоцирует дирводцев их страна распадается на куски а мы уже делим их торговые связи удобство простота через раздел события теперь спасти крупственные они не сделали еще не доделали репортажи и это есть в задачах если зайти и посмотреть в список изменений то то увидишь да но я понял что тебя расстраивает это достаточно непопулярный раздел было и на старом сайте поэтому мы решили запуститься и без него вот для того чтобы сфорсировать ну короче решились спровоцирует их на войну хоть это не вина республик но армии дирвода лишены целого поколения активировал премиум на ваш канал о причем у меня в поп-апе в чата хорошо было бы глупо не воспользоваться этой ситуации если мы не сделаем если мы этого не сделаем то сделают рецерасцы посол это не очень милосердно учитывая что им довелось пережить более того посол нужно рассмотреть практический аспект возможно мы извлечем кратковременную выгоду из этой схемы на что будет в будущем дирвод не забудет и республики могут поплатиться за это мы не герцоги полиджином они вынесли решение нам нужно исполнить их приказы они же не просят тебя убить кого-то она поднимает брови стискивает зубы ничего не говорит полиджина полиджина он качает головой отправляйся коты вяза близнецы вот наконец-то поговори с анаминфат сделай так чтобы она осознала нестабильность дирвода передай ей заверение что в эльянские республики желают открыть безопасные торговые маршруты конечно посоль после длительной и неловкой паузы полиджина сильно вздыхает на мгновение прикрыв веками глаза с неохотой соглашается какая строптивая паладинша тополь привет посол кивает и покровительственно улыбается затем смотрит на вас знаю что вы планировали расследовать этот кризис вместе но надеюсь ты понимаешь что полиджина есть свои обязанности так я с ней пойду я всецело понимаю при приложив все усилия чтобы она выполнила это важное задание для герцогов хитро подмигнуть он рассерженно поворачивается к полиджин возможно герцогам нужно узнать больше о диких приключениях полиджин мисс мисс рэй конечно нет посоль я поговорю с анаминфат как только доберутся до вяза близнецов хорошо если теперь не возражаете если нам сейчас откроют путь к вязам близнецам я буду так счастлив могло пройти лучше но могло и хуже логика женская спасибо что постоял за меня но сложно убедить посла пойти против приказов герцогов я знаю что ты права полиджина мы постараемся найти способ выполнить твои приказы но при этом расследовать что на самом деле здесь происходит не переживай и на пусть и на довольно разглагольствовать не умничаем и нашу мысль теперь их осталось узнать как добраться до вяза близнецов о прежде чем у посла кончится терпением все же боюсь что эта сделка с гланфотанцами еще больше ослабить деру это причинит республикам неприятности будущем что же до вяза близнецов дорога дальние у тебя будет немало времени чтобы это обдумать следую зову сердце дело то что считаешь наилучшим эмоционально давай если б я знала помочь полиджине заключить торговое соглашение с анаминфат вязок близнецов косарик экспоедали позднее потомки будут говорить что любимым героем лейкер был форсировать то что лейкер форсировал запускного сайта и это не только параноик может придумать сценарий в котором это все имеет какой-то смысл не хотелось бы разбивать твои иллюзии но герцоги не дадут тебя и don't question how to land so long as it ends in service to the republics и так можно попробовать в переправу вернуться мне кажется я там не все я там нашел ключ помните нашел ключ и название переправа и через горы есть такой перешейк возможно короче я сначала в переправу я на переправе нашел труп и с ключом и какой-то запиской если мне не изменяет память я еще не взял этим не взял так давайте-ка я почему ты не можешь нет я не предзаказал ничего и раба баба чуть не сломала четвертую стену когда сказала про сценарий а миссинг поддержку старого сайта уже был ну заходи на старый сайт митингуй сколько влезет митингу и не митингуй все равно получишь новый сайт как бы у нас не демократия демократия это вредно чувствую подгоришь на white марша суши меня уже ничем не испугать я после дракона на 11 левеле уже готов ко всему подгоришь вообще у меня dream team меня лучшие из лучших best of the best of the best of the best а ты мне рассказываешь пока ты в первых огнях был нужно было квест дать по огненному камушку с драком да не важно все не кипишуй дворфеечка все нормально будет можно комнату снять спасибо во атлетика механика точно с дальнем welcome там не такой был был от стады не тот кто не понял тот ушел а тот кто блин а я уж не помню как сейчас вспомнит давай поторгуем может нет поторгуем поторгуем я бы тебе еще скинул всякую лабуду лабуды ты у меня будь здоров 36 косарей ё-моё ой ай еще зайду к торговцам в на площади жалко нет кнопки продать обычный предмет или предмет хорошего качества 8500 сразу hop прошел уже тот момент когда я оставлял просто вещи отличного качества еще пять косарей но эти штуки могут пригодиться я скорее просто очищаю от откровенной ложи инвентарь мы попробуем другую схему пати ради эксперимента глянусь что забилки у барда скажем у барда как бард вообще не очень я бы возможно стойком да нет стойк нормально это тоже нормальный кажется у кого-то кого-то я хотел перекачать эдра хотел но и дрочи с нами нет паладин шия дважды перекачивал и доволен абсолютно результатом получившимся как ты думаешь связка бы не пух warcraft 3 способны ли отметили связку майкер плюс участник фуфа какой участник фуфа зависит участника участники разные бывает золотистая рапира у тебя встать лучше не уверен золотистая рапира вот это вот урон полежащим на земле качество превосходные точность до похожим похоже лучшим я все равно ее стойку должен был дать а стойка все равно пока с саваном ходит сейчас сравним мы их качество лучше на единичку соответственно урона выше точность да но тут во первых накинут уже урон во вторых есть едкая перекачка и воздействие урон полежащим на земле он хотя лежащие на земле часто будут потому что потому что потому что есть обилка у псионика который всех отталкивает поэтому я пожалуй повыше еще точность у тебя есть что-нибудь на продажу старенькая гордость души видимо тут не будет уже обновлений он да 2 4 слабенько всего три спала отклонение девятка ерунда ашот скорострел вроде да рада ашот скорострел вот но у него палочкой ему надо его надо перекачать да это одна обилка него не так да доп урон можно накинуть я согласен просто сейчас все равно стойка без рапира будет ходить но это можно скинуть просто чтобы не мешалось а здесь можно зачаровать потому что вторичный урон разъедающий не хочу но слишком давай ледяной хорошо главное что 71 точность тыкать будет но я хочу сначала прокачать ему опять же это уникальное оружие которое связывается поехали на переправу а что-то проблематично перекачать со заклинания сбросится смысле если а гримуар просто передам они же гримуары записаны заклинания как они сбросятся передам просто от него гримуар другому человеку и все хоть ну я ни разу не делал видимо так я заходил в эту пещеру грязную и там как раз обнаружил труп давайте сюда пробежим вот вот этот вот труп я обнаружил и записку может она все еще есть у меня я достаточно просто будет найти письмо постучишь в дверь это не то сатирич поддержал вас отелись привет 100 рублей сообщает михаил спасибо за вашу работу ps а когда новый дизайн для нового сайта белый не планируем до заметки об экспериментах вот тут значительно больше всяких писем мне выпал ключ от камеры адровый ключ это было полированный камень для навершия это видимо клинок старый медный от маяка это тоже было позже скипетр бронзовый тоже был там слушать а может быть я смогу теперь уже одним из полученных ключей в ущелье штормвол активировать вот эту каменную хрень это шуту арбалет не хочет что у него палочка значительно круче в этом точность плюс 21 метка 6 здравствуйте решительность чистый урон наносит нет нет и чаще палочка стреляет насколько я понимаю должна по крайней мере значительно до скорость высокая арбалет очень низкая как вы помните сейчас еще разок в пещеру бежусь том что там нет никакого перехода через вот всего горные как на карте нарисованы допас похоже что здесь ничего нет тут огру был убили там паучиха была убили сказать как активировать нет не надо говорить активировать я сейчас схожу посмотрю попробую самостоятельно пока что тем более есть у меня еще замечательный журнал который можно почитать посмотреть квесты так учили штурму там где мы друид нашли вообще если бы я знал конечно сразу бы пошел за друидом сразу пошел бы за паладиншей не идя еще white марш дизи стайл не ближайшее время витрина не не самая главная часть сайта как как показала практикам из более важные вещи так привет кочевник предмет пятиугольный подождать немного звезды мерцает над головой ага типа ночью 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 можно будет взаимодействовать внешний круг письмена дождать немного ходом солнца полумесяц над центром вводи в сумерки чтобы мы увидели новый рассвет во звезды перемигиваются мерцает между уйти может сейчас поменялось ну кажется там предмет нужен какой-то чтобы чтобы пройти и мне его нет с собой к сожалению определенный предмет так ладно давайте тогда вернемся задание дитя пяти солнц нам понятно нам нужно добраться до вяза близнецов ведение воспоминания скорбящая матери это наш npc которого мы оставили псионик манех разночен садаров ищет тайны аббатцев которым оставляет что что такое жена звонит ребят а а Продолжение следует... Продолжение следует... Можем туда сходить, но это не основной. А давай замок реально... Сейчас проверим просто. К магу сходим, унизим всех. Туда я ходил разок, но... Но там меня просто унизили. Наверное, утесы все-таки. Там хайлавельные чуваки были в этот лагерек. Привет всем, кто смотрит стримы и умеет читать. Антоха ворвался. Михаил, почему свистки людей? В пункте стример двух человек, аспирант, майкер. Бывает такое. Другой, не переживай. Так, Южный заслон тем временем построился. Банда зломанных наемников. Автоматически разбираетесь. Повреждение крепости. Пам-пам-пам-пам-пам. Западный барбикан. Ой, там ломает периодически. Вот здесь вот я убил парочку людей, а потом столкнулся с семерыми, которые меня просто... Просто унизили меня. Но это было так давно. Вообще нужно еще поменять порядок. Хочу, чтобы стоик был буквально наравне с... Ну, почти сначала танк. Да, вот так хочу. Поехали, посмотрим. Это наемный берсерк. Он, как Супермен, взмывает наверх. Наверх. Пробиваем хорошо, но их много. Наемный стрелок. Вспоминаем, что у нас есть. У нас есть трое насекомых, замечательная ОЕшечка. У нас есть... У нас много чего есть. У нас есть много чего. Ой, а что ты можешь пройти? Ладно, давай с классическим... Классическим фаербольчиком после... Давай. Так. Бобер... Не попал, что ли? Ой, сбивает с ног нашу... Полиджину. Попадает, Бобер. Попадает. Там крутим-вертим. Ну, и Ошотный начинает закидывать фаерболы. Полиджину хорошо бы укрепить, но вроде бы она... Молодец, она справится, я думаю. Стоик сейчас... Не то делает. Должен был вот этого делать. Ранение... Ну, у них защита хорошая. Ну, посмотрите. 122. 124. Хотя базовые защиты не такие высокие. 71, 85. То есть, проблемы попасть... Такой прям острый нет. Так, насекомые пошли. Добавляем сейчас немножечко контроля грозой. Влетает фаербол. Можно еще сделать... Ааа... Давай, стон-курс. Бобер заряжает. Там прошел стон-курс, насколько я понимаю. Опять сбивает Полиджину. Так, стойкам надо дать ему вычет урона силы решительность. Потом сделать восстановление выносливости. Бобром можно накинуть, конечно. А че бобер-то не попал? По кому больше вероятность попасть? 52... 86. Блин, бобер... Не прав. Он умудрился выстрелить по человеку, который уже умер. Это косяк. А где стойк вообще? А почему стойк? Во-первых, ему надо заменить пушку. Во-вторых, нужно идти вперед. Оно сейчас бобру достанется. Его там... Покоцают. Давай сразу же скинем на него панцирь, потому что явно будут его мутузить. Полиджина восстанавливает. устанавливаем выносливость бобру сейчас накинут накинули уже дополнительную защиту давай-ка оттолкнем оттолкнем всех плюс подлечь хороший спел оглушению на бобре довольно много контроля попал я стрелял так что скорее нет чем да давайте он курс туда опять сам курс прошлый не сработал судя по всему что я могу сделать положительные эффекты скорее восстановление выносливости где отталкиваем но пошло вижу что пошло трубище урон окаменение давай еще раз закрою насекомых полезная штука а это стойку нас воюет молодец молодец попадает еще ослепление как там там шанс 10 процентов всего лишь надо восемь раз попасть бобер пытается пытается попасть кстати у него закончился блэс и по-хорошему нужно опять же блэс обновить а лот останавливает приближающегося парализации давай-ка ужас раз выносливость устанавливать ненужным парализовали парализовали хорошо перезарядка тут работаем вызвали полиджина вызвала на рандоме этих упырей зомби и прочего ну почему боберт промахивается ее моё сколько можно явку делать не хочется давай задетонируем тогда попробуем вот при смерти товарищ не прошло но смысле не хватило вытаскиваю выносливость 67 парализован что еще я могу хорошего сделать избавиться от ближнего товарища давай цепной ой стойку плохо ой 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 мы должны выстрелить можно засамонить еще сначала добить этого упыря нет стойк пока живет так бобер еще попал разок продолжай по верхнему стрелять а нет стойк упал там дыхание от мага было огненное пум-пум-пум да даже даже сейчас уровень уровень врагов довольно серьезный ощущается у полиджина как вы видите тоже есть сложности да вот и стойк вернулся хорошо что мы ему дали с вами армор позволяющий что это за восстановление выносливость и стойк прекращай давай-ка ты лучше не оббей с руки просто что же делать ближнего убили или нет или он просто отбежал вперед а лот зачем-то прошел тоже вперед так давай-ка немножко вызовем пацанов ну что чувствую мне немножко не хватает а вот это плохо можно делать уже резурек по крайней мере бобра опа так стойка подняли стоик должен поднимать до стальных вот этих у двоих ты добей пожалуйста этого курят тут копьем можно так резурек сработал второе дыхание раз тяжелое ранение тут парализуем копьем попал при смерти ауешечки попробую сейчас закинуть парализовал бобер молодец стойк бей просто ну бей мажет а тут хорошо минус 2 сразу сделал сделал друид миша не на поле боя но как-то ну их много было этот умрет давай еще разок осталось три человека всего два чина офигеть что это за новые веяния вообще в моде взрывы какие-то непонятные как так то а это столб это столб у меня такое есть заклинание ладно минус 0 и бобер падает следствие один наемный солдат у них кстати лута огромное количество и как следствие денег тоже миллион о сосед еще сдрелил топич уровень мне как раз двенадцатый есть двенадцатый да ой как хорошо надеюсь вам это не сильно мешает вот у них вещи отличного качества и денег еще довольно много блин как как давно не было опа гримуар у меня нет вот этих вот двух заклинаний а нет вот этого заклинания нет надо в гримуарчик записать кажется не только его стоп дай-ка мы алло то закинем гримуар очень много шмоток прям очень много шмоток ледяной столб ледяной урон 23 28 фиговый хромота на 4 секунды огромная сосулька наносит урон противникам в области создавая круг гололеда который может вызвать хромоту у противников которые его коснутся и леденящий якорь застревание на 4 секунды прошлый лайвел еще похожее заклинание на огненный щит пламенный щит охватывает заклинателя огнем улучшая показатели вычета ледяного урона обжигая всех кто наносит но это на милишного товарища даже наверное учить такую штуку не буду сильно пробили и по выносливости и по хп прям жутко но ничего с драконами гримуар не смотрел да вполне возможно ничто ново хотя вот точно пронизывающие минолеты и пагубное облако наверное речь об этом гримуарчике пагубное облако раз а это что подавление магии полезное воздействие на 20 секунд следующий привал надо будет делать против людей локация достаточно большая пьяный орлан валяется ой что это ты делаешь наемный стрелок что он там крутит ой ненормальный всего лишь их всего лишь три человека а три человека это не серьезно ох разорвало как какой там урон там 70 что ли было 70 и 40 орлан монах он с вертушки убирает и по характеристикам он весьма и весьма злой а стойк как стойк вообще умудрился кого-то ослепить хотя бы нет ни разу может сейчас оставим стойку специально кого-нибудь на растерзание пусть он слепит и все всех убираем кроме стойка и бобра да только я попасть еще по ним тем же стойком вряд ли смогу и давай одного убьем этого орлана а стойк пока встанет разбафается там он кладет всех этот орлан пьяный хорошо попадаем по нему периодически вызвал двойника ладно он при смерти уже еще двойников вызвал огненного и господи как же жарко резурект второе дыхание причем сейчас танк упадет танк упал капец прокачал называется стойка сейчас резин конечно пацанов но они там сразу продолжают падать попробуй конечно дыхание но так орлана убили этот при смерти тяжело ранен а на этого подействовало только застревание давайте полимаркируем его а развалились двойники хорошо так хорошо теперь теперь стойк бьет нет все остальные уходят а стойка начинает бить стойка скрип но на хорош ребята не надо не надо вообще сражаться с ним парализовали и он кажется низко ставал все таки не 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 проперла меня не проперла на своих кажется не получится делать о ключ ключ орлана простой железный ключ привязанный к кожаному ремешку и сундучок закрытый который можно отпереть привал великолепно как раз я сделаю сейчас привал против людей потому что люди здесь страшны а нет нельзя да человек это кто животное наверное скорее чем чудовище дух носитель или древний в в стрип привет тебя просто отдыхать так не хочется давай тебе учит уроном носитель как говорится все есть у нас один опа пистоль пистолет отличного качества просто просто отличного качества пистолет а это что такое тут какой-то какой-то костер не носитель не слушай их не носитель это андет человек отдельной категории говорят еще один наемный берсерк пироманьяк ох ребятушки ребятушки е-мое так давай-ка отстреливаем дальних подходим орланом орлан говорю подходим нам нужен контроль нам нужен маг контроль пошел бобер попал хорошо там народу прям ух надо их как-то все-таки поближе что ли стягивать там и новые подходят так ашот ты сможешь если что сделать вот так вот если бы да если бы боевые мага сейчас взрываться будет на елный маг смотрите у него заклинание как у алота так давай на упреждение его попробуем и вообще лучше он сейчас взрыв будет стоит что умрет час похоже что да стойк умер с одной стороны с другой стороны там что-то народу просто трындец да они умирают в том тоже быстро достаточно но мне же нужно сейчас еще что-то хорошее делать давай этих оттолкнем как раз в в кругово круговорот тут попробуем пока восстановить обилочкой стойкам ну стоит стоит тут хорошо сделали ау-е-об ледяное лека вызовем еще вот так хорошо так стойк вернулся к жизни но как-то его со здоровьем вообще беда а он вернулся потому что он вернулся по доспеху по своему а не потому что его полиджина воскресилом так вызвали немножко бобров так стойк успел восстановить выносливость это он молодец далее можно восстановить выносливость еще таким вот образом тут я бы хотел что-то типа роя насекомых по всем а бобер чего стан стан да настреливать ему нужным вопрос только по кому ай больно попадает на 72 бобер это повод опрокинуть всех опрокинуть опрокинуть очень помогает стан ауешный он же вне зависимости от количества противников просто бах-бах перебивает удары выводит на короткой на короткий промежуток времени на секунду на 2 и строя друид красавчик а что если не кидать столь полезного об кастера ближний бой ну мне как-то нужно качать пушку поэтому да и есть у меня и арморы резурект степени аутов не было то конечно да есть сбили с ног нанесли урон бобер стреляя по этому упырю тут оглушенные пацаны берсерки стоят выведен 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 легкое легкое еще не все так хорошо как хотелось бы наверное все таки и узнул стон курс так теперь стойку второе дыхание еще подбегает наемный солдат бобер попадает на 80 появляется возможность я даже не знаю что лучше сделать можно конечно зачармить скажем так вот массовым стон курс работает но подходят новые гады хорошо зайдет все равно все достаточно сложно надо еще добавлять контроля потому что закончилась гроза сбивают с ног нас блин чар мне сделать сколько ты будешь лежать и секунды нормально тогда делаем вот так вот чармин всех кого кого только можно тут все таки сначала второе дыхание и вот этого упыря надо отстреливать либо отстреливать тех кто под стон курсом потому что у них в два раза больше урона не получают просто так стойк что может стойк стойк работает огненный столб по своим я хочу сюда тоже урона навести ах ты скотина выбежал как раз оттуда пробили ашота и сверху еще с толпом чарм будет я надеюсь что пройдет он дальше хил пожалуйста на кого вот только непонятно давай лучше ауешный хил вот вот такой который вот такой вот есть захватили трех врагов второе дыхание сейчас будет вообще замечательно на какое-то время на пять секунд на восемь секунд на восемь дней подождует подожду communities не После обновы сайта Название игры не получается менять Поиск стримов при выборе стрима Да, это есть в багах Так, одного добили Из дальних Тут есть один раненый упырь Тоже, наверное, на него стоит обратить внимание У меня контроля мало О нет, нормальный контроль Четыре человека стоит просто рядышком О, хорошо Бобер попал Можно попробовать парализовать Наиболее плотного Здесь Также Дьявол из корока умрет, скорее всего, сейчас Давай корей с ним А лотом, он, по крайней мере, сможет Тут ауешки позакидывать А стойк че стоит? Стойк же может вызвать что-то Положительное, но То, что не трогает Да, например, вот эту вот ловушку Огненную, да? Слабенький урон Или вот Очищающее пламя На двоих 98 урон Конский, абсолютно конский урон Давай-ка мы добьем еще вот так вот его А потом уже переключимся на этого А лот приходит в себя А уешет Полиджина бьет Так Хорошо Стан Оглушение будет Паралич Ой, Бобра попали Надо парализовать Этого ближайшего Который на лота Поляс Хорошо Паралич есть Восстанавливаем выносливость Сделаем ауе Бобром Потом бьем так Добили дальнего И теперь мы можем Что? Мы можем, например Сделать такую Грозу еще дополнительную Парализовал? Парализовал Ну все Я снова в игре Еще немного выносливости В самую кучу А лот продолжает Уже не хочется тратить заклинания Типа с тоун курсом Пусть с руки бьет Тем более там тоже чар есть Подлечились Замечательно Попадание было По берсерку Он уже при смерти И Можно Наверное Тяжелый Этот умер уже Просто ранен Давай вот эту подругу спасем Добей так Стой С деком надо помогать Паралич раз Они друг други хиляют У них тоже хайлевель Какие-то хорошие заклинания Бей так Бей так Так Потом так Насколько можно Они такие плотные Паралич Умрят К сожалению Наши подруги Только вот бобра не надо Пожалуйста Там еще восстановление выносливости делает Еще выносливость восстанавливает Есть Добил Хорошо Стойк давай Мочи тоже Мочи Привал был только что Но после сражения С 10 С 10 Где-то Врагами такого уровня Вон Там долг Вот Короче У сержанта наемников Статы близкие к дракону Ну там На Где-то равные Где-то на десятку Где-то на двадцатку меньше Но Все равно Это как-то Странно Что ли И опять не добил Ёшки Ёшки Сейчас Аллот Скорее всего умрет Не Аллот живет Молодец Пока Все Один хит У Аллота остался Сейчас добьем Удерриды заклинания 6 уровня Посмотрите Расстрение Разъедающий урон Да Оно просто Кстати оно хорошее Да Вот это вот Нет Не это Вот это вот Чистый урон наносит Еще ослабление Да Надо его Тоже юзать Тут пара гримуаров С новыми заклинаниями Боевая мощь Это мели Отклонение Точность силы телосложения Но кажется нельзя Кастовать Да И кольцо смерти Которое у меня уже есть Тут Копье Тоже на мели Эти заклинания у меня есть И все Хорошего Тут хорошего качества Есть и отличного Вещи Денег здесь Вот лежит Наверное Тысяч Десять Навскидку Правда я не знаю Куда эти деньги Тратить Полторы здесь Отличного качества Аркебуза У меня бобер только по пистолям Получается Да То есть это два разных Две разные обилки Любимое оружие Бандит Не Мушкетон тоже А пистолет и мушкетон Это все Все одно Это все одно Да Или это мушкетон Нет Это аркебуза Мушкетон Это разновидность Пистолета Другая Просто хотел Может быть Взять Ее Пострелять Хороший урон Если у людей Вычет урона Серьезный То Хотя пистолет Игнорит Вычет урон Я же специально брал Эту Тему Наемный Берсерк Такие резвые Жуть Нейтрализовывать Нужно сразу же Эх Стоик Стоик Полетел Берсерк Ой Прямо сюда Так Давай-ка ты Здесь Стой Танкуй Эту мы Запарализуем Этого тоже Парализовали Не так Ненадолго Парализовали К сожалению Из-за Видимо Не очень Высокой Точности Но Тем не менее Так Давай-ка Стойкам Еще Блин Там Ошеломление Вывих Голеностопа А У стойкой Еще Были Он Ни разу Ослепление Не кину Ни разу Все-таки Надо тратить Здесь Сделаем Мунвел Во-первых Восстановление Выносливости Решительность Тут Надо Паучка Вызвать Стоп Я не сделал Полезное Заклинание Не докастовал Его Стой Кот Боевой Не Кот Не боевой К сожалению То есть По характеру Да Он боевой Но так-то Нет Урон Никакого Не наносит И Наемный Солдат Пожалуй Попробую Дострелять А потом Их С ног Сбить Стойка Еще Надо умудриться Попасть Ну Не Не так До сих пор Низко Вставал Свою тему Почему Он там Стоял Тупил Я так И не понял Есть попадание Пробуем Бобром Сбить С ног Всех Я Монгол Скастовал Скастовал По своим Кстати Не наносится Этот чистый урон Кастуем Кастуем Есть Сбили с ног Расстреливаем Попадание Так Наемную Берсерка Нейтрализуем Я вижу Там Периодически Появляются Репорты Вы пишите На саппорт Или Мне на мыло Майкер Собака Или В теме На форуме Я не очень хочу Разбирать Во время Игровой Трансляции Проблемы Ну это Отвлекает Мы этим Так целый день Занимаемся Поехали Этот застрял Тут Один Практически Второй Парализован Сработала Еще Обилка С двуруча 8 секунд Пролечь 10 секунд Пролечь Должно хватить Даже этого времени Для того чтобы Хотя нет На правого Не хватит Обновляю Пролечь Ослепление Подействовало Хотя бы Разок Устойко Подействовало Ослепление Да 6 из 13 Слава богу Ну мне кажется Надо уже делать Привал Потому что ХП До неприличия Малым Денег Кстати Очень много Там полторы тысячи Здесь 1800 Не надо пока бежать Сейчас осмотримся Сперва Там тренировочная Площадка Хорошо Собираем И пещерка Какая-то Как называется она Пещера Записи стримов Можно на ютубе Посмотреть Или в разделе Видео Туту-ду-ду-ду-ду Можно кстати Освежить В памяти А то Я что-то Не помню По этой локации По этой местности По этому квесту Помню только что Ё-моё Подозрительно Много костей Так Это 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 не то Это не Вайт Марш Клинок Бесконечных путей Не собрал Ну бас Ерунда Кстати Можно было Закрыть Квест По сундуку Который украли Это Эдр Это Кана Это Стойк Долгая Охота Сагани Вот оно Кажется Осада Крэгсхольта Управляющая Крэгсхольта Сообщила О возникшем Недавно Конфликте На отдаленном Этёсе В Дирвуде Грозная Группа Наемников Под названием Носителя Руваного Знамени Взяла Осаду Замок Легендарный В тех Траях Личности Верховного Мага Консилота Конфликт Разгорелся Из-за Загадочного Магического Артефакта Управляющая Считает Что мне Стоит Решить Проблему Чтобы Обеспечить Безопасность Каэт Нуа Замок Консилота Находится На северо-востоке Каэт Ноа Он стоит На утёсе Известно Под названием Крэгхольд Мы собственно Здесь и находимся Мне нужно Добраться до Крэгхольда И разобраться В ситуации Члены Носителей Руваного Знамени Отрицательно Отнеслись К моему Присутствию Возле Их Лагеря Мне пришлось Защищаться От их Нападения Так Ну сейчас Речь Вообще О Пещере Где Находятся Кто Носитель Волх Стального Хребта Так Я сразу Ж Хотел Бы Передохнуть Ладно Нету Тужи Противника Никакого Носитель 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 Только Вычет Урон И сделаю Охрана Сообщает Что Крепость Будет Атакована Какие-то Особые Скелеты Что Ладно 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 Провидец Пастоты У них Вроде С защитами Все Значительно Хуже Хотя Вот С Уроном Все Будь Здоров Надо Дальнего Отстреливать Ой Ё Моё Ай 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 Не Лучше Сразу Насекомых Я так Чем дальше Тем больше Сомневаюсь В Ашоте Ну Типа Нужен ли Он Ё Моё Что Это Что Продолжение следует... Очень много хп-шечки ушло вообще непонятно куда. Я сейчас быстро пробую восстановить выносливость. И огонь-то на них не очень хорошо действует. Они вообще неуязвимы к огню. По крайней мере некоторые из них. И это... Ситуация-то усложняет. Так, подходи. Сейчас мы попробуем налет проверить. Не, нормально. Из сложной ситуации уже выбрался. Этого Чарлин... Вызвали еще... Друзей хороших. Стон курс. М-м-м... И у них у всех легкие ранения. Понимаете? Они ее вообще... Особо не переживают о том, что... Их там как-то... Закидывают чем-то. Так, а лед действует хорошо. Лед действует хорошо. У них... У них... Ой, ё-моё. У них и резист ко льду 21. Скорее всего, они от кислоты должны дохнуть. Вычат урона средний. От колющего очень хорошо защищены. От холода хорошо защищены. К огню неуязвимы. То есть, тут... Тут получается только... Только кислота. А почему? У меня в гримуаре нет... Надо будет вернуть заклинание. Почему-то пропали заклинание. Нужно ли мне? Вдруг, делай вот так вот. Что? Это было. Меня смущает провидец пустоты, который прямо здесь вот находится. И угрожает. Парализовал просто. И стойко, кстати, парализовал. Такой фарш. Но в этой пещере, как мы видим по трупам, наемники просто... Просто дохли. И это только начало вообще пещеры. Это не просто пещерка, где стоит группа мега-врагов. Офигеть. Это... Это... Авангард. Твори добро, ну... Вообще... Все... Все... Организованным. Да... Ну хорошо, мы хотя бы нашли... Их уязвимость... К... К холоду. А, это кто? Древний страж смерти? Вот его не хватало. Его вот... Его как раз мне и не хватало. Драка, вызовем так лучше. Защиту от страха нужно делать будет следующим. Этого убивать. Господи, там такой фарш. Ты еще разок, холодом, пожалуйста. Хорошо, зомбаря вызвали. Ты никак, да, не можешь... Выжить. Ну, бутылку попробуем. Выпил. Хорошо, молодец. Далее. Лечим, откидываем. Слишком много у всех выносливости потеряно. Волхва почти убили. Ой, бутылку. Ой, бутылку. Да я понимаю. Рановато сюда. Потому что динамика... Не очень вообще. Но с этой группой я, скорее всего, справлюсь. При смерти, при смерти, тяжело ранен. Это новенький, этот ранен, тяжело ранен. У меня, конечно, тоже люди... Не в самом лучшем... Не в самой лучшей кондиции, но... Этого, кстати, надо парализовать. Есть парализация. Стреляй. А где отталкивание-то? Я же его пилил. Здесь умерли. Осталось всего три человека. О, отталкиваем и лечим. Отлично. Тяжелое ранение. Ты добивайся, Билки. Ну, конечно, там еще... Давай-ка ты этого лучше добьешь. Страх мы сняли. Какие у нас есть... У нас паралич есть. Почему-то на стойке. Подавлен. Был. Нужен блесс. Точности маловатым. Нужно пробивать людей. Бобер. Попал, Бобер. Но пропустил удар на половинах... Пятьдесят два урона. Понимаете? Пятьдесят два. Еее. Пошла гроза. Этого убили. Сверху еще один приходит. Провидец красоты. Давайте еще Мунвел. Восстановление выносливости пошло. Как же они рубят-то? У них очень хорошие характеристики. То есть, защита древнего стража смерти лучше, чем у меня у танка. Причем так с хорошим запасом лучше. Это... И приводит к тому, что я их... Ой-ой-ой. Лот. Сделать что-нибудь с этим. Так, ладно. Этот ранен умрет. Этот парализован надолго умрет. Там, глядишь, еще ослепление будет. От стойка. Он старается, рубит. Господи, даже вот танк унижает. Какой-то волк. Это... Это жутко. Не надо сюда идти. Просто жутко. Обновил паралич. Давай копьем. Две секунды. И страх снова. Килор, спасибо тебе. Михаил, пощады. Ведьмака я бросил. Изиши только начало и конец. Теперь вот по и на четвертой серии пока. А тут семнадцатая. Поиграй ты в фашечку. Дай догнать дань лаймер. А то только в записи и смотрю. Господи, ну я не знаю, чем помочь. Но растягивать трансляции, особенно такие вот длинные, типа как в этот вот Зайл. Ну надо бы взять этот вес. Понимаете, это серьезная, серьезная игра. Да, серьезная ответственность. Паралич еще сработал. Дай дробящую. А, по своим попадешь, да? Давай еще разок. Я не попадаю просто по ним. Упал маг. Легкая, тяжелая, при смерти. Господи, я же еще здесь умереть могу. Могу умереть. Давай чистый. Так, одного убили. Хорошо. Ой, вот этого еще дальнего убить бы. Хорошая вероятность попадания. Все. Ставьте, господи. И валим отсюда нафиг. Сейчас полутаем, посмотрим, что да как. Но это была мега сложная битва. Практически ни за что, между прочим. Драгоценные камни. Ну, в смысле, для крафта. Выносливость одна. Доспех отличного качества. Нагрудник. Найс и квайет. Да, вижу схрон. И один, и второй. Пистолет отличного качества. И два бутылька выносливости. Я посмотрю краем глаза, что там дальше. Если такая же хрень, то лесом. А, тут... Тут вообще не пройти сейчас. Видимо, мне действительно сюда рановато еще. Так, хорошо. Хорошо. Один привал всего. Его скоро придется юзать. А, нет, или два у меня привала. Я один, кажется, нашел. И как раз делал привал. Поэтому сейчас мне должно быть два привала. А, а потом я сделал еще один привал. Точно. Чтобы как раз с этими носителями лучше справляться. Один привал остался. Видим шатер, лутаем. Ох, какой щит. Отклонение 16. Точность минус. Большой щит отличного качества. Not bad. Сложность замка 15. Я предполагаю, что у кого-то так же, как в прошлый раз, у Орла. Будет ключ. Певчий. Ну, пока он один, это везейшее. Да вообще, вот эти вот наемники, они значительно проще, чем то, что мы встретили с вами в пещере. Другие характеристики тоже хороши по сравнению с чем? Да совсем, наверное, кроме дракона, которого я в прошлый раз видел. Записка. Письмо без подписи. Выдвигайтесь к Крекхальту как можно быстрее. Конселот не хочет добровольно расставаться с ангвитанской филактерией, но вы должны получить ее любым возможным способом. Видимо, это именно тот артефакт, который хотят забрать. Хочу вас предупредить, что все предыдущие попытки завладеть артефактом заканчивались полной неудачей. Мы знаем очень мало о филактерии, за исключением того, что она практически неразрушима. С учетом этого советую использовать ваши значительные силы, чтобы взять в осаду Крекхальт. Когда конселот будет мертв, вы сможете отыскать филактерию в руинах его башни. Доставка артефакта ваша главная задача. Доказательство кончины конселота позволит вам получить значительное поощрение. Но они развернулись тут прям очень основательно. Числом берут. Лагеря... Ой, стоп. Я хотел просто... Может ключик здесь где-то спрятан? Лагеря, палаточки, шатры... Человек, наверное, 50 тут в общей сложности. Я могу попробовать этот сундук открыть при помощи свитка, механики, который наверняка у меня завалялся. Должен был быть, а то едва. Шестеренка нарисована была на нем. Но, видимо, нет. А, вот. Механика плюс 3. Отлично. Следующий вопрос. Хватит ли мне механики? Она, кажется, двенашка. Механика двенашка. А здесь что тебе нужно? Четырнадцать. Хватит тогда. Значит, визаем. И ловушка еще есть. Пояс. Сила плюс 3. Защита от атак с толчком. И... Один раз между отдыхом. Деятельное присутствие. Выносливость плюс 35, если выносливость ниже. Сила плюс 3. Сила плюс 3 это неплохо, конечно. У бобра как раз пояса нет. А сила плюс 3 повысит ему урон. На троечку максимальный. На двоечку минимальный. Ну и дать возможность бдительное присутствие к вставать. О, что-то наручье на плюс 2 механики. Кстати, возможно. Возможно. Нет. Видимо, уже заменили. Может, кстати, такие наручье у меня где и валяются. Сейчас зайдем вот сюда. Проверим. Да, тут точно будут враги. Не вижу лагерь. Пироманьяк. Стоит ли делать привал или нет? Здравствуй, Атнос. Попробую пока не делать. Блин, народу, конечно. Наемный боевой маг. Сразу заряжает. Сразу проблемы. Сейчас поберегу. Плечь. Нужно контролировать тут. Но я не достаю. Ладно. Подходи сюда, друг. Боевых магов надо нас отстреливать. Чем раньше, тем лучше. Еще паралисы на пироманьяка поворачиваемся. Там еще фаербольщик не пришел. Нет, какие-то сферы. Я даже этих заклинаний не знаю. Так, ты готов, да? К чему готов? У тебя нет заклинаний пятого левела. Все растратил. Ладно, ставим сюда. Так, а лоту лучше не атаковать. Так, лучше наложить стонкурс для повышенного урона. А там уж мы как-нибудь дальнего-то убьем. Попадание есть хорошее от бобра. Есть ранение уже у этого брусука. Подавлен... А, паралич заменяется. Немножко этим... Окаменением. Ё-моё. Стоик. Еще выносливость, пожалуйста. Бобер падает. Невыносливость. Поднимай бобра. Там не только, кстати, бобер может умереть. Еще дьявол из корока еле живой. И у Ашота тоже как бы... Там так все горит, а. Ашот падает. Так, а сможешь ли ты? Ау. Да дичь. Легли мои друзья все. Не дай бог сейчас еще не успеет... Реснуть. Куда ты бежишь с атакой, Вася? Господи, я же тебя просил. Просил поднимать. Пацанов. Сейчас сам ляжет. Весьма и весьма вероятно, что ляжет. Потому что при смерти раненый этот... Хорошо. Что я могу с вами сделать? Вот так вот огнем двоих. Хорошее заклинание. Стойк не поднял своих. Не зарезуректил. Беги грузить дерево. Да нет, здесь справимся. Да их осталось-то, господи. А теперь маньяк жжет. Есть. Минус один. Жуть. Но справились. Уже 4 портрета серенькие. Надо срочно делать привал. Последний привал. Тут гримуары. Наполнены заклинаниями, которые я знаю. Но я ж хотел еще в прошлый раз поменять заклинания о лоту. Потому что они у него какие-то... Вот, например, на 5-м левеле пагубное облако, которое чисто урон наносит. Вместо того же самого полиморфа или... Так вот. Да даже не вместо. Нет, вот вместо... Вместо вот этого вот леденящего хрень делаем. На 4-м левеле что? Путаница есть. Тоже полезнее, чем гримуар этот. На 6-м левеле кольцо смерти хотел. Ледяную тему хотел. Подколющий урон. Хотя тоже поставим вот так. А, и здесь еще чистый урон тоже нужно поставить вместо, скажем, вот так вот. И прикосновение, которое ослабление и носит урон выносливость. Это уже уешенная штука полезная. Все переписал. С чистого листа. Ты от лица лотен гримуары. Смотри, понятное дело, что он ничего не знает. Сейчас уже все, да. Все ок. Нужно привал сделать. Кротар. Какой-то великан. Куда он бежит? Ладно, изейши. Ошибка. Да не, у него аж воля никакая. Он парализуется. Легко. Почему? А, хромота уже есть. И ослепление уже есть. Мы можем как-то его вообще вывести из... Ладно, давай точно спонизим. Ну, там вроде танк стоит. Ланшотнул нашего друида. Главное, на него паралич, хромота. Он идет, как бы, игнорит танков. Идет просто четенько так. Сейчас бы еще галку под гуфы. Да, да, да. Еще бы галку под гуфы. Ну, это какой-то герой. У него явно там какие-то конские резисты. Необычные для великана. Так, давай-ка тогда чудовище. Он же чудовище, правильно? Привал, последний привал. Уважаемый, последний привал. Аккуратно сейчас. Аккуратно. И что же это? Наемный лучник. Он уходит. Гад. Пермит, гонки. Все, прям, точность, хромота. Все, что только можно придумать, делайте, ребят. Делайте. Давай еще дополнительно параличный. 70 защиты всего лишь. 70. Вот, паралич подействовал. Блин, да он простой. Ну, у него хп, конечно. Да жути. О, ослепление подействовало. Сколько тебе осталось там до левела по пушке? 80-13. Пять раз. Бах. 80 монет всего лишь в инвентаре. Так, здесь... А, здесь закуток был. Хорошо бы про... Или спуск есть? Похоже, что есть спуск. Давайте сначала вот эту зону. Полевой лазарет стоит. Ё-моё. Повсюду наемники. Вижу трупы. Или это просто больные люди? Может, поговорим? А, схрончик. Кольцо. Область действия способности плюс 10. Хорошо. Ну, в общем-то, я готов. Народу, правда, опять... Ё-моё. Да вы издеваетесь. Родность скомых. Стяжка подействовала. Сейчас будем их... Стонкурсить. Не-не-не-не. Только не туда. Как он ворвался? Хорошо. Ты закидывай облако с чистым уроном сюда. Родность скомых. Родность скомых сейчас пойдет. Парализация есть. Это тоже парализуем. И начнем его только после этого атаковать. Стойк... Стойк... Точность повышает. Выносливость восстанавливает. С этим все понятным. И дальше еще подбегает певчий. Где ирой насекомых-то? Все, пролетел. Отлично. После этого я могу более-менее спокойно уже кастовать. Надо подойти поближе. Грозу. И еще кольцо смерти поехало. Так, бобер нейтрализовал товарищ в тылу. Легкое ранение, легкое ранение. Бобру хреново. Стоик сбит с ног, что ли? Я здесь проиграть могу вообще. Просто легко и просто. Сейчас столб еще сверху на меня упадет. Все, бобер лежит. Сейчас еще стоик ляжет. Там легкие ранения. Легкие, легкие, легкие. Да ну нафиг. Вообще. Не, ну можно, конечно, не агрить так. Такое большое количество людей. Позицию внимательнее выбирать. Ладно, давайте попробуем. А, я еще колечко не взял. Я не записался в тот момент. Сначала мы раздраконим ограм. Мне бы добраться до какого-нибудь, не знаю, входа в замок. Может быть, там будет попроще. Мы-то их поубивали уже приличное количество. Просто вот предыдущая битва, она... Я не знаю, что там было конкретно не так. Но я особо урона не нанес. Увы. Поехали. Тот без знаний и механики никак. Можно пробовать, кстати, дьяволом из корока привлекать. Внимание. Оно же там... Великолепко. Ой-ой-ой. Чувствуете, да? Видел одного, стрельнул по одному. И сразу четыре человека вписываются. Это... Да. Сейчас все будет. Здесь народу вроде как поменьше будет. Поэтому живем. Стойк, а че ты бежишь-то? Я не пойму. У тебя там... А, у тебя агрессивный стиль, скорее всего, да? Да, я понял. Я тебя понял, понял, понял. Такая грязь. Вообще ни хрена непонятно. Вижу хоть один наемный пироманьяк парализован. Сейчас попробуем по нему попасть. Зря я подошел к воронке. Ну, они сами подошли, но тем не менее, все равно зря. Здесь сбили, кажется, загнание мне в грозу. И уже стройк порушился. Ну, ничего, ничего. Ничего. А, это вокруг тебя. Как же тогда мне быть? А давай вот так вот еще разок. Слепоту, пожалуйста. Пока живем. Кое-как. Но живем. Не знаю, что бы я делал без... Без друидов. Такой классный. Там сбивается все. Все сбивается из-за того, что я сам нахожусь в своей же воронке. Концентрации не хватает для того, чтобы вставать нормально. Так, сейчас Ашота убьют. Инфа практически стопроцентов. Станкурс попробуем сделать. Ранение. Легкое ранение. Легкое ранение? Серьезно? У чувака, которого я сразу отправил в паралич и начал по нему стрелять. Всеми. Ну, кто стреляет. Бывает, бывает, бывает. Да, стойка, видите, он не может... Они не могут скастовать просто, потому что... Потому что... Агрессивный стиль поведения, и они... Они находятся... Прибежали в воронку. Все. И... И что тут делать, непонятно. А враги напротив. Они спокойно из этой вороночки вышли. У них все вообще замечательно. О, можно попробовать скинуть. Опрокинуть пацанов. Коменение 6. А лот даже может... Выдержать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай второе дыхание, а потом только парализацию. Стоик никак не может скастовать. Надо... Что вы тебе можете сделать? По этим пострелять. Ну, этот тоже не может. Съем мы в который раз уже говорим. О, отлично. 112? 112. Результат броска. Это крит. Результат броска 96. Хорошо, бобер попал. Одного сразу минус. Этот сбивается с ног. Этого мы тоже пробуем парализовать. О, отлично. Блин. Это выносливость восстановить. Доброе. Сначала. А потом уже парализовывать пытаться. А лот, у тебя были какие-то точечные вещи. Ледяной урон, застревания нет. Полиморф вряд ли. Давай вот так. Леджина бьет, конечно, молодец. Вот еще одна битва, в которой я потерял приличное количество и заклинаний, и здоровья. Наконец-то грозу скастовали. В кои-то веки и стойк еще. Мочит тут наемного лучника. Глядишь, еще ослепит. Реализация сработала. Хорошо. Стреляем так. Этот умер. Тут оглушение. Обновляем параличный дальний урон. А, там их трое. Двое уже. Сработала еще обилка с двуруча. А лоту добить не должны. То есть тут паралич, там паралич, везде паралич. 8 секунд. Минус один, минус второй. Стойк, у тебя как там вообще? 7 из 13. Хорошо. Нет, было же 8, когда я на угре в прошлый раз. Или на ком-то кого-то ослепить удалось мне в прошлый раз. Было, кажется, 8 из 13. Собираем огромное количество шмоток. Записываемся. И двигаемся наверх. С хп, конечно, проблемы есть. Тут мы все проверили. Слева еще группа врагов. Но я пока ее попробую обойти. О, это френдли, что ли? Не, наемный берсерк. Это скорее, скорее, кто-то из типа боссов. Ой, ты господи, что ж мой. Ладно. Отправляем параллентера. Вот. Командор Балорин. Стойте, стойте. Он зашел так далеко. Я должен на него хотя бы взглянуть. Козырный у него доспех. И секьюрити огромное количество. Тут десяток у него подопечных. От мужчины, стоящего перед вами, исходит властная аура. И по его небрежной команде стражи немедленно опускают оружие. Но даже при этом они настороженно за вами следят. Командор Балорин. Командор Балорин. Командор Балорин. Глава носителей рваного знамени. Ты настоящая заноза в заднице. Кем бы ты ни был. Как тебя звать? Я. Повелитель огня. Что ж, Повелитель огня. От имени носителя рваного знамени я приветствую тебя в нашем лагере. Уут. Его люди переглядываются и хмыляясь. Меня все равно будут бить. Я потерял гребанную кучу народа. Консолот это одно. Но почему ты здесь моих солдат режешь? Думаю, я могу угадать, но прошу вас, пусть он скажет сам. Я хочу найти ингвитанскую филактерию. Твои наемники напали на меня безо всякой на той причины. О, я пришел сразиться за канцеллота. Твои наемники напали на меня безо всякой на той причины. У моих причинок был приказ не пускать посторонних, но при этом стараться избежать ненужного кровопролития. Все они знают, что я требую исполнения моих приказов, да последние гребанные буквы. И да помогут боги тому, кто ослушается. Не, я бы сказал, что ты здесь по той же причине, что и все мы. Могущественный артефакт, спрятанный в крепости. Такой приманки можно привлечь любого зверя. К чему разговоры убей его, забей ветоспехи. И у красного халат ковер топовый. Да, симпатичный там пироман. Но артефакт наш. Тот, кто проболтается о нем, оказал тебе медвежью услугу. Никто не уходит из нашего лагеря живым. Нет. Он показывает на страже. Думаю, на этом закончим. Готов? Я сделаю все быстро. А я бит. Постой, я хотел кое о чем у тебя спросить, прежде чем мы начнем. Думаю, вреда от этого не будет. Обещаю, что отвечу, он делает вам с домом поговорить. Нам не обязательно быть врагами. Я могу тебе помочь. Ты больной? Ты поубивал кучу моих солдат, теперь просишь о работе? Они мои кишки на тетиву пустят, если я тебя приму. И будут правы. Я пришел с желанием убивать. Не теряй свое мужество теперь. На кого ты работаешь? На того, кто не любит, не очень любит конселота. Скажем так, у них куча монет и высокие стандарты. Дело в том, что конфиденциальность включена в условии договора. Ты просто придется обойтись мной. Как идет осада? Вообще отличный вопрос. Как идет осада? Приходит чувак, врезает половину лагеря. Как у вас тут дела вообще с осадой? Увлекаешься тактикой боя? Крихтит. Сначала все шло довольно неплохо, но когда мы пробили внешнюю стену, питомцы конселота начали прорваться из руин. Застали первую волну врасплох и скромсали на кусочки. Мы пока что оттеснили их крепости, но это задерживает нашу победу. Когда прибудут подкрепления, мы возьмем крепость силой. Это просто вопрос времени. А после этого можно будет прикрепить где-нибудь твой труп, распугивать мародеров. А конселот, он жив? Хороший вопрос. Никто этого толком не понимает. Мы не видели его на поле боя. Типичный злодей. Знаете, перед тем, как меня убить, он как бы с удовольствием ответит на все вопросы. Раскроет свои планы, замыслы. Расскажет о сложностях, трудностях, об артефакте, который, естественно, мне не достанется. Может, он же меня убьет? Может быть, старого хрена уже собрали мертвецы, или наоборот, он ими управляет. А может, первый град ко мне завалил его под собственной крепостью? Не узнаем, пока не заберемся внутрь и сами не увидим. Ну, я готов. Я передам конселоту, а тебе привет. Блин. Так, ну, позишн тут неплохой. Наемный солдат, берсерк, ветеран, стрелок, командор. Священник, пироман. Здесь мы встаем танком раз. Подводим сюда нашего друга Друля. Ох. Подругу эту подальше вообще отведем. Не знаю. Начнем с самого нашего любимого благословения. И, естественно, закрутим. Вот так закрутим. Так даже. Я не знаю, что там по вероятности. Не подходи ближе. Ёппаре с этой там народу. Берсерк уже полетел к нам. А вот и берс. Хорошо, кстати, что он именно сюда прилетел. Так, давай. Нет, не так давай. Давай сначала туда вот так. Дальше мы делаем контроль. Или насекомых. Нет, давай контроль. Пожалуй, командора будем... Нет, давай вот это вот. На нем отыграемся. Сейчас, 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 сейчас. Тут главное сильно не торопиться. Я так считаю. Да? Да. Да. Хорошо. Глушение прошло. Дальше мы кастуем рой насекомых. Блесс от стойка прошел. Ну, это не тот Блесс, который мы ищем. Вот тот Блесс, который мы ищем. Параллельс прошел. Ты стреляй сюда. Надо бобром побыстрее набрать на дробящем. Так, ты хромоту все еще кастуешь, да? Ее просит этому народу, конечно. Просто тьма тьмущая. Надо, может быть, эту подругу укрепить. Выносливость восстанавливаем. Ой, больно. Покатился куда-то не туда. У них камень. Бобер попал. Есть. Как раз 60 есть. Ой, сейчас хорошо зайти должно. Блин. Ой, давай, родной. Давай, давай, давай. Так, Ашот, Ашот. Давай туда этот стон курс для пущего эффекта. И чистогана туда от священника. Ой, там как хорошо. Легкое, правда, ранение. Но это только начало, ребята. Только начало. Дайте, дайте немножко срока. Лечит, гады. Ну... Ну, пробей его. Есть. От бобра залетело очень хорошо. 42, 49, 67, 49, 43, 25, 37, 45. Еще сюда зашло. Замечательно. Удастся ему еще разок выстрелить. При этом сейчас пойдет тикать урон. Здесь нужно второе дыхание обязательно. Есть. Сбили с ног. Легкое ранение, легкое ранение, ранение, ранение. Так, что ты можешь? Наверное, все-таки вот так. Только нужно подойти поближе. Или чистый? Чистый, давай. Можно еще добавить туда-либо. А я рой насекомых, кажется, низко вставал. Кастуем, значит, трой. По лороду можно пробить. Там окамениние очень хорошо зашло. Жалко, окамениние зашло после того, как я... Ой, хорошо. Так, а ты что сделал-то в конце концов? А, тебя тянет. Перебивают там наших пацанов. Уже при смерти. Лорд, ты командующий. Чумандр. Каменные враги бегают. Непонятно, как так происходит, но... Бывает. Точность апнули, выносливость восстановили. Сейчас можно сделать что? Укрепить время положительных эффектов. Укрепляем время. Бобер, попадай давай. Попал. 48, правда, не 60. Ой, как там хорошо тикает. Да, прям замечательно. Пагубное воздействие еще пошло. Главное, не на своих. Рой насекомых сейчас налетит. Позиция превосходная. То есть они так и не добрались до меня. Большинство из них уже тяжело ранены. Возможно, стоит запустить уже реакцию типа... А, детонирования у меня нет. Детонирования нет. Пиявку юзать не хочется. Можно ужас, конечно, скастануть. Но они пока еще под контролем, так что все ок. Так, ты можешь сделать что-нибудь ауешное, типа вот такого, но попадешь по своим, да? Да ладно, не страшно. Там справится наша паладинша. Рой насекомых прилетел. Бобер, ну сделай что-нибудь, ну. Вон, постреляй по людям, которые лежат. Отлично. Отлично. Тяжелое при смерти, при смерти. Бобер перезаряжается. Тут недомогание, нашествие. Тяжелое, тяжелое. Что-то нужно такое. Да, 5 ауешное, я думаю. Надо столб какой-нибудь юзнуть, например. Сюда. Стоиком. Здесь можно сделать вот так. Просто потому, что по всем тоже нужно добить, короче говоря, нужно. Здесь ауе урон по этим четверым раз. Ой, сбили с ног. Бобер попал. Это дает нам возможность еще разок на Полиджину заюзать. Ой, хорошо. При смерти, при смерти, при смерти, при смерти, при смерти. Ранен, ранен, ранен. Один-два коста, и все развалится у них. Так, это это один, минус два. Ты можешь сделать какой-нибудь колодец на пацанов на своих. Сейчас Бобер сделает. Раз, этот еще. Каст сбиваем с ног двоих. Убиваем одного. Тяжелое ранение, тяжелое ранение. Сбит на один секунд, сбит на один секунд, на один секунд. Все, никто не встанет. С первого трая достаточно сложную битву, учитывая то, что были не полные КП, не все заклинания, но позиция, позиция очень решена. Верхнего убили. А сколько луда сейчас здесь будет, а? Парализовали, еще парализовали. Может стойку, ну стойку кастовал постоянно, ему, да, ни разу не ослепил врагов. Легко и просто. Что у нас здесь? Агро, ой, золотая чешуя, вот он доспех, вычет урона 13, при этом восстановление 35, сопротивление огненному урону, 10% дистанционных атак отражены в противника. Очень хороший резист к огню. Очень хороший доспех. Я пока полиджи не отдам. и ключ еще дали. Этот изященный бронзовый ключ кажется слишком маленьким, чтобы подходить для двери. Шкатулка, видимо. Плащ защиты при выходе и сбоем. Деньги, драгоценные камни, бутылки. Кстати, надо бутылки обязательно на выносливость перераспределить, потому что сколько здесь тлуто. И все это отличного качества. превосходного качества это доспех еще. Да, вычет урона плюс 6. Клево. Скорость атаки очень классная будет. То есть меньше, чем текущий, но зато вычет урона с 15 до 18. И все остальные резисты подтягиваются до 20. И колющий правда снижается, ой, рубящий увеличивается, колющий уменьшается. Ну, а дистанционных атак и от огня десятка плюс. Так-то защита шила на мыло. Ну, тогда нужно оставить этот старый доспех. Ну, у него же второе дыхание есть. Есть ли второй? Нет, у него же нет второго дыхания. Что у него есть? Восприятие у него есть. И ответный удар. Нет, они стоят друг друга. Внизу еще группа, с которой я могу не справиться, поэтому пока туда идти не буду. А здесь поищу сундучки. Странно, почему они меня ждали здесь. По идее, должны были у лагеря находиться. Ё-моё. А это баррикада. На них как раз прут всякие гули-аль-гули носителя. слабее. А они, кстати, послабее. Может, числом берут? А как, почему достают до бобра, я не пойму. Бобер вообще рядом даже не стоял. Хотя нет, они не слабее. по защите слабее, хп много. Что из них выпадает? Стандартные вот эти гулевские штуки. Застывшие пальцы женщины все еще вонзаются в землю, ее побитый доспех сжимает напухшие конечности в рваной раме кишат извивающиеся черви. добро, добро. Наверху какой-то лут. Как-то стремновато, после того, как ты еле-еле вырезал лагерь осаждающих, которые защищались от той нечисти, которая перла. е-мое. Здравствуйте. Страх сразу же идет. Пацаны боятся. Кто это? Что это? Почему это так? Сразу фейрбольщик залетает. Что-то видимо я не расслаблялся. Заклинание маловато. Давай поставим лунный колодец сначала. Здесь позиция хорошая. Они вроде не должны все пробежать. Но они пробегают все. Они просто пробегают. дальнего надо парализовывать. Это кажется не удается сделать. Капец. Своим попадом. полиморф не работает. Я не попадаю. параллель. Сбивают с ног. Давай попробуем оттолкнуть. Или чистый рун, который не действует по мне. во. Вот это тема. Парализация не сработала. Тут полиджины сбивают с ног. Ольгули вокруг. Наверное надо просто стрелять и все. 43 точность. Просто стреляй называется. 43 точность. Еще у меня только защита от страха есть. А бафа на точность как такового нет. Сейчас Ашот умрет скорее всего. А нет паралич подействовал по крайней мере на этого. Ну раз подействовал на этого. Попробуем парализовать второго. Аааа стойка просто лежит. Стойка просто месяц. Сбили с ног и все. продолжаем пробовать парализацию. Полиджина вроде как стойка. я же только что сказал тебе не работает парализация. Не работает я просто трачу трачу сосредоточенность. Толку нет никакого. у них колоссальная защита. Посмотрите. Чтобы парализовать там же по воле чек 147 у него по воле. Надо было наверное делать какую-нибудь пиявку или или там заклинание которое снижает волю. Не помню как называется. Может та же самая пиявка. Хотя нет. И после этого только пытаться что-то сделать. Ну и конечно же не хватало бафов стойка. Потому что когда когда он во сейчас попал бобер. Молодец. Этот присмертит легко ранен. Опять страх пошел кстати. После восстановления выносливости и повышения точности мы ща-ща-ща-ща-ща-ща. Нет. Превращайся из руки давай. Танк хорошо стоит. Это радует. Конец парализации сработало. Защиту от страха поставили но почему-то ужас не ушел. What? Это это как? Я вроде через шифт кастовал точность. Так один умер хорошо. Этот парализован. глядишь удастся. Что там? Что там? Сапоги скорости лук упорства кинжала и сени как он называется брони со вторым шансом шлема дыхания дракона. Да, так и есть. Я долгое время не обращал внимания что там происходит. 58 вот друид если что с руки может просто брать и месить. Бобер попал не справились. Но мне точно надо дойти до какого-то места условно и потом идти назад. Потому что заклинания заканчиваются выносливости нифигашеньки нет ни выносливости ни хп и и все. Добей, добей врага. Хорошо, теперь пробуй парализовывать. Ой, молодец. Сама второе дыхание умная какая. Ну пока бобра дождешься. О, левелап кажется. Я по звуку слышал левелап. Да, из-за новых же монстров мне же должны давать опыта побольше чем раньше. Полиджим, давай, побежала, побежала, родная. Ну. Не страшно. Конский у них характерист, поэтому если без бафов, без дебафов, вероятность попадания, видите, какая, и урон какой-то. 29, 18, 20, 30. 30 упал джины. Пустой, как же, два примерка второго шанса армора кольца. Кстати, вполне вероятно. Опять страх. еще снизилась вероятность попадания. Наконец-то. У кого там левелап? Был ли левелап вообще? Встаем, смотрим. Глуби. Не, не похоже. А, заполнение бестиария древний страш смерти 100%. Получили три косаря опыта за него. Делаю сейв и до следующих врагов, которых увижу перед собой. а потом же маг еще будет, который говорят дикий. Который сильнее всех вместе взятых врагов. Вижу трупы. А может маг хорош... Нет, 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 Ой. Ты же боже мой. Ладно, давай. если он один, то норм. Блин, даже если он... Я просто не попадаю по нему. Либо неуязвимость... А бобер попал, молодец. Давай, попадем. Есть. сейчас засамонили упырей. Стойка, давай, это же... У тебя же халявное заклинание. Давай, 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 давай. Надо проверить реального стойка. Предметы на второй шанс. Второй шанс при потере сознания. Один раз между отдыхом и армор. Армор, кстати, ему можно заменить на другой. Вот на этот как раз. потому что он будет и чаще бить, и защиты будут не хуже. Это знание восприятия. Сейчас проверим, что там по вычету урона по характеристикам. Итак, стойк. Много хороших доспехов. Нет, это хуже будет. Мой прежний лучше. Колечко можно заменить, да, можно отдать кому-нибудь колечко со вторым шансом. Лутаю. Камнем тут человека. Нет, 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 еще один. И снова фаерболт сразу товарищи при смерти. Сразу страх, который, кстати, мне нечем уже сбивать. Вероятность попадания крайне мала. Но можно и без. Ой, да ладно. Блесс. 9% точно. 9, Карл. Сейчас Ашот попадет. Курс не прошло, в смысле парализация не прошла. Да, упала шот. Причем есть у меня предметы еще на увеличение точность, если бьют одну цель. Так что если мы так валом набросились на человеку у всех еще апается апается на десяточку точность. Я не хочу, вот реально не хочу я уже дальше идти. Хотя блин, близко уже. Там же вход. Если по одному, то справлюсь. хорошо, тут тупичок. Вижу фонтан. Вижу Трубчанский. Вижу двоих. Нет, ребята, мне нужен отдых. Мне нужен заслуженный отдых. Причем назад возвращаться еще надо крайне аккуратно, потому что есть группа людей. слева внизу здоровых, серьезных. Срочно в трактир, может быть даже наведаемся в... Ну, вы понимаете. Какой интерфейс клевый. Так, мы покидаем временно утесы Крэгхольта для того, чтобы сделать брейк. Пом-пум-пум-пум-пум. Я в Каперлейн вернусь. Попробую зайти еще к чувакам наверху. Там, помните, альтернативный торговец. Может быть, он открыт уже. Деньги есть, я не знаю, куда их тратить. По бабам говорят. Мне кажется, что чешуя лучше доспеха Полиджину все-таки, а она в основном только милишников принимает. Так там отражение урона вообще никакое, если ты про чешуя. Татикман поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, Михаил, вы забыли открыть шкатулку ключем. таки открыл по-другому. Да, давайте вернем чешую, потому что у нее действительно побольше вычет урона. Татикман, спасибо большое за саппорт, за совет. Но шкатулки там поблизости не было. Шкатулка сундучок, если это про него, у которого там бешеная 14 навыка механика нужно, чтобы открыть. Я ее открыл при помощи свитка. Ну, при помощи навыка 12 и еще троечку прибавил. Так, снять комнату сразу же... Ну, пока так. Обязательно привал. Надо будет строительство, кстати, еще возобновить. Такое количество шмоток. Сумасшедшее. Ну, посмотрите. Только оружие сейчас продаю на 16к. Уже 20. Куда? Вот, куда мне их? 25. 30. 30 тысяч. 31. Это только... А сейчас еще пойдут доспехи на 15-ку, наверное. 40. 45 практически тысяч. 102 тысяч. Можно куда-то это тратить вообще? Там самый последний крафт стоит пятнашечку. Слушайте, у меня же появилась чешуя дракона, и теоретически я могу... Лабрадора купим. У меня код. У меня отличный код. Лабрадор мне не нужен. Допустим, мы захотим зачаровать доспех. Легендарность что? Болотный дракон нужен. чешуя болотного дракона. Ко всем нужна чешуя болотного дракона? Болотный. Похоже. А если говорить о пушках? глаз кракена. И требование уровня 16. Глаз небесного дракона. Господи, еще драконы будут. Ах! Ну, зачаровывать, если только зачаровывать... Не знаю, вот этот доспех. Бонус к характеристикам не хватает защитные против... А что у него проседает? У него колюще проседает. Отражение противника. Давай колюще. троечка добавили. Можно потратить что-то из белой кузни? Стоп! А у тебя какое качество? What? у него вообще качества никакого нет? Давайте свинцовый плеватель. Нет, у него есть качество единичка. Какой? Какой? Один из одного. Повреждений у него два. Давайте отличное качество сделаем. Хорошая там пушка. Надо ее почаще юзать. да, ингредиенты можно купить. Надо ночью идти. Покажи, что есть. Так, тут хавчик исключительно. Ингредиенты да, можно искупать и можно у себя дома собирать частично. да, уже не нужны, дополнение убили, так плохую экономику. Азазель говорит. Деньги, деньги, деньги. Я не выполнял, кажется, здесь квесты. Здесь мне память не изменяет. как-то пришел, набрал, но яйца дракона тоже хавчик. Не знаю. купить. Так, купить. Да, боюсь, что нет. Драконы, яйца на еду хороши по плюс 5 показателям. Драконе, яйца на еду хороши по плюс 5 показателям. Драконьи, яйца. Да, учитывая то, что сейчас проблем с деньгами нет, к послу бы по квесту феминистки сходил. К послу к послу по квесту не знаю куда. Так, а может быть взять реально взять хавчика. Яйцо дракона 3000. Что дает? Решительность плюс 3. Фигня. Решительность силы. Мясо отличное. Давайте мясо драконам будем закупать 20 тысяч. И яйца на 40 к. Да зачем? Почему у меня есть мясо? я вернусь к этому магу хочу посмотреть добить вот эту мелочевку оставшуюся. Просто так мясо не ешь из него блюда топовые. Да-да-да-да-да. Надо посмотреть что вообще нужно для приготовления вкусного блюда из дракона. Так их не сырыми нужно употреблять. Сейчас посмотрим. А блюдо там стоит 6-7 тысяч. Насколько я помню. Так еда. у меня нет рецепта. Я тут еще зелья не крафтил. А зелья выносливости знаете как мне хорошо зайдет. накрапчено. У меня конечно есть еще выносливость здесь. Должна быть по крайней мере в бутылочках 6 штук. но я щас штук 25 сделал наверное. Так ты зелень не пьешь тебе вообще все равно. Стой куда кину еще. Все. Раз уж я такой весь зеленый здоровый надо уничтожить последний аванпост. Он весьма серьезный. По количеству по крайней мере здесь еще лук не взял. Колечко ауе. Возможно стоит выманить аккуратно. Все поехали. отступаем так отступаем так. Помним что их много. Очень много. Надо уж забиндить как-то. Давай науай. Науай у нас будет самое ходовое заклинание. Здесь естественно стягиваем. не туда хорошо. Хорошо. Может вообще халдить. Насекомые пошли. Бобер стреляет. Попал бобер. ауру. Опрокидываем остальных. Чистый урон. Стойка пришел в себя. Надо ему его задача чтобы он еще ауры кастовал. О прилетело. Двое прилетело сверху. Не очень хорошо. Ну да ладно. Сердж 92 спасибо тебе за активацию. А мне нужно как-то прикрывать подругу сзади. Оп. сбили с ног. Очень много урона. Стреляем. Тут не хватает скажем вот так вот с тон курсом. Не хватает точности. Ой 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 как-то подруга. Держись. Окаменение работает. 7 секунд ок. это тоже второе дыхание. Ну и давайте юзнем гром. Бобер добил. Хорош. парализацию делаем. Господь подержал ваш канал на сумму 555 рублей сообщает. добрый день. Добрый день. Добрый, 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 добрый. Хорошие игры. Хорошие игры. У нас сегодня суббота. Трансляция будет рекордная по длительности. Но игра но игра такая, что ее не каждый осилит по времени. Потому что квестов моря игра длинная, особенно с двумя дополнениями. жена брата моего так его и не осилила. Тем более но самое главное не отвлекаться просто. Если говорят сделаешь паузу на недельку то потом как бы приходишь в игру и вообще ничего не помнишь. То есть у тебя там и так два десятка квестов а после недельного перерыва приходится все восстанавливать. Поэтому я стараюсь стараюсь не делать перерыва. Да два аддона есть. Один аддон прошли уже второй оставили на сладкое. Опа там у монка двойники пошли. Видимо какие-то хайлевел обилки монковские. Блин что-то мне не нравится. Давайте столб сюда поуешим. еще чистого урона сюда. Здесь мы справимся с барсуками. Возможно стоит накинуть так. Бобру удалось пролизовать. Убьет. 60 бы получить. Снова бы опрокинул поуе наверху. хорошо работает. Так а что может сделать стойк? Еще разок столб. Норм. Они пытаются там лечиться но урона все-таки больше заходит. давай еще разок так так же боберу попадает средоточенность 85 закидываем соответственно туда сейчас на стойком пусть он просто бьет ладно руками мне нужно обилки юзать в смысле пушку вот эту качать а белку юзать на ослепление тут тут тяжелое добивай хорошо так добивай не успевает не успеваем есть отлично сбиваем с ног наносим урон тут надо парализовывать опять скорее всего стоит обновить обилки стойком тут бы тоже стонкурс запилить тяжелое при смерти ранение умер этот падает стонкурс пошел сбил только одного к сожалению я давай так паралич сработал можно выносливо стяпнуть после того как мы вот заюзали этот блэс не блэс паралич 10 секунд окаменение 4 что тебе можно еще сделать этот умер этот при смерти ранен добивай тогда застрявшего ой бобер бобру сменили пушку он начал больше урона наносить даже по бронированным товарищам 92 и 8 урона не хватает единички буквально но можно кстати сделать детонацию детонация должна зайти очень хорошо для этого при смерти давай давай бобер умер он раньше времени умер тяжелое ранение тяжелое так пробивайте этого бобер глядишь успеет нанести ему урон до того как не не успел даже промахнулся стоик падает не только стойка стойк поднимается потому что у него есть соответствующая способность этого бы добить основление выносит священника давай попал попал тут 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 4 человек осталось над обновлять блэйс наверняка не только блэйс там закончился уже да то ли стойк риск вставал у вот поделочку то ли она успела завершиться о жена пришла почему бы этом хорошей идеей можно а что там будет дай 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 борщец у нас будет технический перерыв как вы понимаете я сегодня не нормально даже не завтракал поэтому лучше перекусить отлично бобер добил 83 у него есть есть сосредоточенность на следующее заклинание остается всего один упырь который кастует столб не успевает это сделать опрокидываем его убиваем так насколько я понимаю это последняя группа на у наемников собираем предметы разные самые осматриваемся ой чё ж ты ловушка не заметила подруга просто ваншот тут амулет магический знание восприятия решительность ловкость уже третий амулет подобного рода одному я вроде нашел применение а двум другим нет рецепт самый верхний в еде посмотри блюдо из мяса дракона блин могли сделать нормальное блюдо если были овощи и фрукты то есть самый редкий ингредиент мясо дракона у нас есть и когда мы сделаем это блюдо вкуснейшее выносливость плюс 45 у танков 240 выносливость сила 3 решительность 3 это все на 150 секунд то есть на полноценную битву можно жрать мясо дракона здорово конечно но морковки нет а я еще кажется строительство не не организовал у себя разобраться автоматически заслоны билим там было два врага одного причем можно было можно было как-то привлечь да вот вот его давай все готово да есть страх но это не страшно компенсируем недостаток точности от страха он какой-то злой не 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 только не дьявола попал я просто попал все у меня еще один просто меня унижает главное скотина выбрал одного из шести ах гад паралич там не сработал разок сбили трех с ног такое грязь интересно каким левелом ну наверное таким я и должен приблизительно сюда был приходить можно посмотреть какой уровень противников мне кажется что он где-то 14-15 так на вскидочку енциклопедия бестиарий и это страж смерти да например древний страж 15 левел а простой 10 древний страж смерти ну серьезные пацаны серьезно кто бы сомневался я не знаю это был древний или не древний должен быть древним древний еще увидим древний древний заранее делаю блэс что ты делаешь ой не действует параллельс он еще вот то твою медь почему ты в нее то стреляешь такой аи грамотный ой он прям вот четенько вот в дальнюю ты поспал так не хочется ради одного спать не понимаешь у всех остальных вроде бы все более менее нормально зачем я вот ждал дьявола вот это непонятно можно было спокойно начинать без нее потому что она только ой так бобер попал конечно вставайте ребята вставайте вставайте 15-ые и я сюда должен был видимо подходить уже в капи по уровню 15-16 должен был да вообще он не попадает давай страх снимать Ну, а потому что, а как иначе-то Легко ранили Попади Стойк, а ты страх будешь снимать? Я же тебя попросил А, вот так, да Только не говори, что ты к той побежал Нет Ну, все, до свидос, кажись Кажись, приплыли ее, мое Надо музыку из шоу Бенехила сейчас О, сейчас будет страта, ребят Я стойко буду Ой, попал, попал, бобер Тяжело ранен Пожалуйста, парализуй ее Ой, хорошо парализовал маг на последних Красавчик Если, конечно, не щитер, красавчик Слава тебе, господи Он был парализован Продвинулся немножко Выведение на нее сделал Да я хотел как раз вот подойти сюда И выведение сделать сверху вниз Выведение Так-то да Из него выпадает буквально кость просто Ладно, давай против носителей Сейчас сделаем Носитель Носитель Там еще один просто стоит Как минимум один Все носители Поспал Крепость атакована Злобные наемники Лучника убили И строение уничтожено И долг Нас на счетчик еще поставили Нельзя, видимо, игнорировать Так просто Заплатить долг Ладно У меня-то 75к Наемников надо еще взять Так, второй упырь стоял справа Это здесь Тоже древний, понимаете Тоже древний Ох Ах Их тут троем Ах Нельзя, зимка, гнюк, холоду Креста, урон, нужен Дробящее оружие Рой насекомых Ой Ё-моё Они в три раза сбивают с ног Аааа Да Это беда А у этого проверка Почему? Стойкость, да? Потому что пройти Все не очень Ладно, танк у нас стоит Нормальный стоит Стойка вроде в себя пришел Давай-ка баф Какая грязь Сейчас люди умирать будут Друль практически уже гуф А я даже ни разу не попал по ним Так, а что по воле Воля как раз аховая у них Ребята, технический перерыв На 5-7 минут Быстренько сейчас я Закинусь и вернусь к вам Надо думать вообще Стоит ли идти Встречаю оверлевл плюс 3 В новый лок Но я почти дошел Вон там Крэгхольд Но там-то Левелом не ниже будут враги Вот в чем дело Так что может быть Имеет смысл сейчас Отвлечься на другие квесты И вернуть сюда позже Плюс еще есть Тема, что здесь мы получаем Левел кое-как А если вернемся В более слабой локации Там вообще неинтересно будет Левел кое-как Левел кое-как Левел кое-как Субтитры сделал DimaTorzok 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 Стоикс снимает Снимает страх Один вроде как падает в рак Уже хорошо, легко ранен, легко ранен Легко ранен Ох, хорошее попадание, спасибо большое Что я еще могу сделать? Магом тем же самым Парализовывать ты можешь Для них действует паралич Очень хорошо, но действует Так, далее Необходимо восстановить выносливость У себя, наверное, все-таки У себя и у танка Ни черта не действует Паралич Надо забить уже бобром И просто стрелять Ну бесполезное занятие Восстановил хорошо выносливость Еще массовое восстановление выносливости Пустойка, армор хороший же Помним про это Он медленно бьет, но Зато он Зато у него вычет урона конский Двадцатка по всему И семнадцать так По заклинаниям Надо обновлять Блэсс Обновляем Получилось Далее можно сделать, кстати, святую мощь Потому что решительность и концентрация Соответственно, возрастет И он будет спокойнее кастовать Тут накопилось довольно много А, давай избивание с ног снова Это и урон, и контроль Светоточность 95 Не подействовал вообще ни на кого Зато вернулся страх Защита от страха прошла Ой, хорошо Добили Ладно, с этими четырьмя справимся Справились уже практически Давайте всеми навалимся на этого Неуязвимость, неуязвимость, неуязвимость К холоду неуязвимость Да вроде все Потому что какой-то Дезинтеграция Вроде попало Промахивается по противнику Результат броска 21 Минус 7,14 промах Есть О, Алексей Регионер, привет тебе Ну и наконец Смотрите, как только все закончилось Тут же с двуруча Кастуется заклинание И вызываются Самоны Три человека Чуть раньше бы это Если бы было Было бы совсем Совсем хорошо Встает друль Ну вот как-то Кого нет Я тут Делаю сейв А, их по сути Дьявол убило Если бы посмотреть Понятно Опа Надмутной Потянутой Рязкой водой Жужжат комары Что-то блестит Прямо под поверхностью Что там такое Жемчуг Это пас Так, тут мы все Разведали Похоже Этот валун Пробил башню Забрав с собой Часть стены Подъем наверх А вот и вход Фосфор говорит Сколько надо тебе задонатить Чтобы ты прислушался К большинству И вернул старую версию сайта Так, фосфор Во-первых Давай посмотрим на тебя Профин Во-первых Ты новичок У тебя Айдишник 820 тысяч Что-то там еще Во-вторых Ты не донатил В принципе Чтобы Такие вопросы Серьезно задавать Сейчас посмотрим Еще что у тебя По премам Но я чувствую Что И там тоже косяк Короче Иди к черту О, тут Френдли Но почку Можешь продать К вам идет мужчина Спотыкаясь Словно пьяный Ну отдать кому-нибудь Из людей У которых там Айдишник Поменьше К вам идет Мужчина Спотыкаясь Словно пьяный Он устанавливается За несколько шагов До вас И смотрит в точку Над вашим плечом С широкими Стеклянными глазами Раб Ассасин Танос Должен Говорить с тобой Богоподобный Идем 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 Воу Да тут Френдли Я сейчас Приду Да Волшебные Палочки Уарики Оооо Да тут Целое у них Поговорим Осторожней Отвлеки меня еще раз И лишишься глаза А тебя не беспокоит Эта осада Если консилот Даже ни разу Не вышел Из своего кабинета С начала атаки То зачем мне беспокоиться Нужно что-нибудь еще Я еще занята Что ты делаешь Составляю перечень весов Центров масс Удерживать трехфунтовый клинок Сложнее чем кажется Кто еще есть В Крекольте Кроме меня Еще три других ученика Работают над своими проектами Я не знаю ничего О Сейбл Сейбл И Пелдене Но держись подальше От Таноса Визрака Что-то в нем Мне не нравится Я удивлен Что мне никто не мешает Тут свободно разгуливать Если консилот не хотел бы Тебя здесь видеть То ты бы узнал об этом В тот же момент Как доступил на эту лестницу А потом ты бы умер В лучшем случае Расскажи мне о нем Он не из тех У кого лучше А, он один из тех У кого лучше Не становиться на пути И не разочаровывать Знаешь, мне действительно Нужно заняться работой До свидания Да я в курсе Что дизайн Хороший Сайт Молодец Только багов много Ловушка обнаружена Левелап сразу Три левелапа Если ты так У меня есть Схрончик Нет, он видит меня Так, давай-ка мы будем Пытаться Или мы не сможем Блин Три левелапа Кажется, это палева Оооо Три слитка С железа Нет Ну что же Вы со мной делаете Три слитка Для вайт марша Для белой кузни Ооо Вообще Ммм Мм Мм Ну это почти Один ап Почти ап Это повод Конечно С ними потом Поговорить Нефиг грабить Ребята Я думал Что это нечейное Левелап Кстати У бобра Ооо А я не помню У него выживание Это вообще какое Он кажется Уже достиг Предела По выживанию Ну бонус У него есть Плюс 2 А нет Как раз сейчас И будет Выживание Ох Сила Седьмого уровня Либо Не либо Можно обе взять 70 Средоточение Сайфер Может изолировать Отдельного врага От окружающего мира Лишив его возможности Что-либо делать При этом И другие Тоже никак Не могут Повлиять Нифига себе Как На полминуты Ты делаешь Силовой щит Жалко Что не действует На своих Вор Времени Перекачивает силу Из душ врагов А перекачивая Силу из душ врагов Сайфер может Замедлить их И увеличить Собственную скорость 50% Скорость Атаки И переход На врагов Х5 И у тех Типа Украсть Можно А эффект Истаковицы Ну на цель А потом На переход На цели Нет Скорее всего Просто Украсть Вор Времени Мне нравится Вор Бобер Так Стойк Без Новых Заклинаний Знания Я ему Апаю А больше Ничего Хотя Нет Ему На самом деле Можно Выживание Апнуть Ради Второго Но нет Пока Знания Закрепляем Заклинание Кстати Давно Мрачное Благословение Здесь Не В зал Круг Защиты Закреплем Он все Таким Чаще У меня Юзается Хотя Благословение На 37 5 Секунд Лучше Его Был же Вроде И третий Товарищ С ловелапом Но нет Показалось Сейчас Познакомимся С этим Проверить С этим Магом Еще Ловелап У Ашота С чего А Новая Местность Лаборатория Пелдена Заклинание Две штуки Седьмого Уровня Огненный Шар С задержкой Волшебник Выбрасывает Крочечный Шар Огня Который Зависает На определенное Время Затем Взрывается На себя Большой Огненный Урон 53 69 Охранный Посох Мощный Боевой Посох Увеличивает Отклонение Отталкивает Цель Лесом Смертельный Разряд Чистый Урон 80 Ой Цели Одной Цели При гибели Любого Врага Который Не является Духом Заклинатель Получает Под свой Контроль Призрака Берем Осязаемый Фантом Совершенственная Версия Эфирного Фантома Создает Незозримую Копию Волшебника Который Может Использовать Небольшой Набор Заклинаний Низкого Левела Более Стойкая Копия Хаотичная Сфера Хаотическая Сфера Перепрыгивает Между Несколько Противниками Нася Урон Вызывая Ряд Отрицательных Воздействий Окаменение Паралич Ослабление Недомогание Оглушение Оцепенение 5 Целей Слабенький Дробящий Урон И Огромное Количество Дебафов Случа Успеха Стена Осушения Нет Стены Не будем Я точно Беру Смертельный Разряд И хочу Попробовать Хаотическую Сферу Понимаю Что огненный Шар Все дела Но Это вообще Заклинание Из другого Из другой Области Тут Чистый Урон 80 И Хотя Это При гибели Получает И Чистого Урона Нас Хватает Тел Фантома Попробовать Ну 30 секунд Появляется Еще один Волшебник Что-то там Кастует Так И Закрепляем Сейчас Огненный Шар Заклинание Стойку Дали Действительно Дали Заклинание Стойку Малое Воплощение Урон В ближнем Бою Плюс 20 В дальнем Плюс 20 Сила Ловкость По восьмерке Телосложение Все По восьмерке На 40 секунд Очень Серьезный Баф Очень Малое воплощение Надо запомнить Воскрешение Перевести Тем, кто находится Неоднократно 11 секунд Хороший АОЕ В общем Надо Под этим бафом Некоторые шаблоны Сполов Не влезают В экран На что он еще Увеличивается В размере Да Там сундуки Ой Подождите Я же не забежал Вот сюда Пелден Привет Лаборатория Воняет гниющей Плоти Но эльф Похоже Ничего не замечает Он занят Занесением заметок В маленький блокнот И даже не поднимает Взгляд При вашем приближении Но он хмурится Когда ваша тень Падает ему на страницу Отойди Гуль Я позову тебя Когда будет нужно Прошу прощения Наконец Он смотрит на вас Удивленный И раздраженный Глаза чучело Кто ты Он качает головой И делает замах рукой Почти задев вас пером Мне некогда Убирайся отсюда И дай мне поработать Хорошо Восприятие Одиннадцать Или два Эти гули Какие-то слишком Понятливые И не такие вонючие Надеюсь Я пытаюсь Их стабилизировать Сделать так Чтобы они не гнили Дальше Он бросает на вас взгляд Конечно Процесс Еще не закончен Можешь мне рассказать Что-нибудь От канцелоти Он понимает взгляд Чтобы подозрительно Вас осмотреть Если ты никогда Не изучал его Репертуар Заклинаний Никогда не читал Его достижениях В истории современной магии Местре Альбены И каким-то чудом Не заметил Маленькую армию Которую он удерживает Снаружи Тогда нет Я не знаю Что тебе рассказать За исключением Того Что он могущественный И вспыльчивый маг Что ты знаешь О Крэгхольте Почему ты донимаешь Меня такими глупыми вопросами Иди доставай Других учеников Их время Немного менее ценно По сравнению С моим Окей О, можно открыть Ну, ради экспы 300 экспы Это же Не хухры-мухры Лаборатория О, вот Это через пещерку Я сюда забрался И теперь ее можно Открыть с этой стороны Добро Вы не видите двери Вы не видите В двери замоченной скважины Но голос с другой стороны Гремит так отчетливо Словно Говорящий стоит Перед вами Твой учитель ждет Достойного ученика Пусть ученик Который отточил заклинание Для совершенства И сурил уроки своих коллег Назовет свою цель Нет, я, пожалуй, отойду Пока не хочу Там канцелот За этими воротами Интересно, у них можно Где-нибудь здесь привалы купить? Я бы не отказался Опа Тут запертая дверь И внутри Несколько сундуков Открываем 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 А как? Как? Очень много лута здесь Очень Много Но сначала квесты А потом По ножовщине А, вот он как Гуд Если ты скажешь Так Я бы Я бы Если ты скажешь Так Если ты скажешь Так Я бы Щит уникальный Последний Оплот Отклонение 16 Точность Скорость перемещения Единичка Дает доспехи Вера Между отдыхом Плюс 5 Вычет уроны Всем Отклонение Щитом Плюс Неплохо Неплохо Радужный Скоробей Еще Я удачно Зашел Ой А, это Адра Драгоценные камни Сложность 12 Хорошо Я думаю Мы потеряли Счастливого Я бы сказал В час Вы можете Уходить И Давайте Сдем Если Вы Так очень много драгоценных камней в том числе алмазы но такая ловушка дикая надеюсь никто не задаст мне никаких вопросов эти беспалево закроем дверь а я что я ничего хотя весь такой знаете побитый и с новым топором гномиха резко поворачивается чтобы вас осмотреть ее лицо и горло покрыто свежими рубцами целевший глаз оценивающе прищуривается она показывает на дверь вон произносит она голосом больше похожим на хрип а атаковать над чем работаешь на рассерженно шипит показывает на дверь у меня есть несколько вопросов она поднимает правую руку выпрямив три пальца смотрите как она опускает один потом другой хорошо я ухожу вообще такие они суровые жесть просто жесть а может поговорим нет такие психи все такие злые но маги они всегда были такими знаете такими высокомерными нетерпеливыми убить всех но не сейчас так вот проходим дальше раб разрушитель о танос и израк поворачивается к вам щелкая жвалами длинными когтистыми пальцами существо парит в невысоком воздухе покачивается страны в сторону когда уже кажется что но на вас прыгнет вы слышите голос в своей голове богоподобный приходит да очень доволен танц не ученик нет богоподобно это что-то другое он наклоняется к вам переполнки на жвалах пульсирует и дрожат похоже на вас обнихивает вони лагеря нет не похоже на воина из улья вверху нет мысль призрака шепчет в вашем разуме он задумчиво складывает свои ротовые органы если не ученик и не воин то может богоподобный союзник до думаешь мы можем помочь друг другу с ключом с учениками соперниками и зерк стрекочет от возбуждения она смогу работает для учителя на другие ученики скверные звери они хотят стать любимцем учителя хотят убить станоса расскажи мне ключи ключ это слова знание одна лапа обводит спираль над украшенным гребнем головой существа хозяин дать часть ключа ключа каждому ученику сказать самый умный самый сильный ученик взять все части ключа он подчеркивает мысли сильно сжав кулаки но богоподобный брать части ключа у других учеников да тогда танос дать последнюю часть ключа и зерк подвигается ближе шевеля своими пальцами танос самый умный ученик нет когда богоподобный увидит хозяина то танос убедит хозяина убедиться хозяина стать новым любимцем что требуется убить учеников соперников конечно же танос знает танос знает богоподобный пришел к учителю но учителя есть дверь а к двери нужен ключ он широко раскрывает свои жвала и вы видите круглые зубастые отверстия давай сменим тему интеллект из приятия танос парит на месте подергивая стой откуда ты знаешь почему я здесь он парит на месте подергивая жвалами учитель самый великий из волшебников что еще может богоподобно искать восприятие подразительно охотно решился со мной работать танос очень хочет получить благосклонность учителя еще сильнее выжить почему эти мужчины женщины слуги стражи полезные инструменты что делаешь делать заклинание заклинание понравится хозяину смотри протягивает тонкую руку к ближайшему работу когда визорок тихо произносит непонятные слова труп поворачивается к вам и кланяется окей так осада керхель в общем нам сейчас нужно будет всех замочить в определенной последовательности один привал хп нет я конечно могу попробовать поговорить вдруг появятся новые диалоги удастся решить миром я бы их убил просто они какие-то жесткие все привет мне нужна часть твоя танос хочет твоей смерти несчастный шалатан правил тебя тратить время ладно да ладно нет нет ну что ж вы делаете то ироды ну я же только спросить сказал хотел как же так хотя это беда просто беда даже спросить нельзя там такая такое конское количество врагов что ты только стоишь и ладно с пролечем все будет изи только сейчас стойк умрет вроде все ок да не не умрем выведение на себя надо было сразу же делать тогда глядишь успел бы не он не умер тогда отлично давай сферку кастанем новые заклинания же у нас есть есть делаем делаем сферки полетели куда-то там или не полетели там поби они полетели вон пролезь пролезь найс и фантом чека сделаем а я могу фантома на любого сделать не погоди слишком слишком жестко бобер какая у бобра скорость атаки такой вопрос где посмотреть скорость атаки скорость действия она называется хотя может в статусе появится у меня интересно это 50 процентов вор временем на 50 процентов видимо вор бобер стреляя тогда сюда ты цветочек бобер стреляет и сможешь промах невосприимчивость невизвимость кислоте найс вовремя как получилось сам и насекомые тогда лесом идут и эти лесом идут давай тогда как-нибудь по-другому легкая при смерти обор заряжается ну не факт что успеет выстрелить к сожалению тут надо тоже что-то не кислотное юзнуть давай еще разок это заклинание с пролечом она мне понравилась бобер быстрее перезаряжается стан не подействовал бобер парализован две секунды справляемся ой хорошо сколько 94 урона вот отлично теперь давай взрыв вот такой вот в дробящих там урон проходит, правильно? Отстрелить. Раз. Ой, как хорошо. Вот это бобер. Такие полезные у псионика заклинания. Ученика убили. Гули сейчас раздраконим. Полутаем его комнату полностью. Эти падают из-за... Из-за сбивания нога не падают. С ног, точнее. А, на секунду кофе, на резистте там чистый, понял? Да хватит, ребята, хватит! Еще один лег. Так. Один готов. Встает стоек. Собираем тут лут. Видим, у него магических предметов много. Кольцо АОЕ. Полученный урон от критического попадания. Ха! И Ожерелье огненных шаров дает 8 зарядов огненных шаров. Записка Пелдену. Ты самый талантливый из моих учеников, но твое внимание это лишь страница среди томов, накопленных мною знаний. Обуздай свою гордость, пока не заслужишь на нее права. Нет слабости опасней. Я почти вижу, как твои руки трясутся, а лицо краснеет, когда читаешь эти строки. Ты думаешь, что достаточно освоить несколько простых наговоров, чтобы стать достойным учеником? Я создал паразитный посох, когда был в два раза моложе тебя. И я работал, пока мои конкуренты строили против меня козни. Пусть пока ты превосходишь других, но не объединяться против тебя, если ты дашь им повод. Скрывай свой навык за ошибками. Прячь свою злобу за улыбками. Принеси в жертву свое тщеславие ради нескольких драгоценных лет, чтобы прожить достаточно долго и получи звание волшебника. Да! Опа! Тут есть еще заклинание. Смертельный раз... А это как раз вот тот каст, который я не взял. Надо обязательно сейчас выучить его. Мантия хреновая. Палочка отличная, волшебная, но не нужна она мне. Новая запись в дневнике появилась. Я хочу добавить... Недостающие заклинания. Их очень много, кстати. Здесь призыв ко сну. Все защиты плюс два, плюс вычет урона. Это только на заклинателе, к сожалению, но очень хороший баф. И надо открыть свой гримуар и записать туда заклинание. Точнее добавить заклинание седьмого уровня. Призыв ко сну топичек, говорят. Массовый контроль над врагом. Призыв ко сну. Призыв ко сну. Призыв ко сну. Призыв ко сну. Потеря сознания на восемь секунд. Мгновенно погружает в сон группу врагов, взбивая с ног на короткое время. Потестим. Ищем ловушечки. Еще записка. Журнал исследований Пелдена. Так, так не говорил. Если сюда опять забредет твое оружие, я оставлю его себе. Короче, угроза. Он специально провоцировал своих учеников. Выживание телосложением. Чтоб они друг дружку боялись, ненавидели и считали, что каждый из них по отдельности чемпион. Мне нужно еще двух учеников. Жалко на самом деле их убивать? Очень жалко убивать. Но вот этого не жалко, потому что у него есть руда спрятана. А это кто? Вот палочка, это кто? Кто его знает? Поехали. Ладно. Поговорим? Я пришел за твоей частью ключа. Этот грязный паук тебя надоумил, знает, что он тебя использует, думает, что сможет управлять тобой, как одной из своих бездумных кукол. Кстати, да, похоже на правду. Давай сделаем так, ты поможешь мне, я дам тебе столько же, сколько он тебе предложил, еще немного сверху. Хорошо. Приходи, когда у тебя будут остальные части ключа. До свидания. Они друг друга просто ненавидят. Ну вот, тот реально первым предложил манипулирование. И он действительно... Ну, похоже. Похоже на то, что он просто... Раб-шаман. Что он просто думает, что меня вот так вот можно взять и использовать. Привет, еще раз. Я нашел странные заметки у других учеников. Да, части ключа для двери учителя. Найди все части у всех остальных учеников. Тогда-то она сможет дать последнюю часть. А я заберу ее. Нет, подлый зверь! Так, кто у нас есть? Ассасин, все по ролям. В общем, шаман, разрушитель и... И прочее. А, я парализован уже. Неплохое начало. Вообще норм. Зашло. Ну, надо заходить, надо убивать. Надо... Надо было дроидам подходить. Так, ты стреляй по этому упырюму. Ты стреляй так. А, маг пройти не может. Окей. Маг не может пройти... Т-хоотическую сферу пока. Закинем. Здесь заходим прям вот... Уверенно делаем шторм. Тут попал бобер. Отталкиваем всех. Сейчас будет очень много контроля. Хотя, мага парализовали. Не дай бог, парализует еще. Давайте свободу попугаем сделаем, чтобы паралич не работал. А то ведь... Там прям... Да. Пошел... Пошел, станчик, пошел. Вижу, есть проблемы с... Со страхом. Эти выводы попроще. Урона серьезного нет. Побер сбивает с ног. Этого добить. У этого стон курс. Маг. Что может сделать маг? Чистый урон может нанести по... По... По-ру-пам. Вот поэтому там еще. Я не понимаю, что происходит. А почему стойк не... А, он ужаско вставал за счет от страха. Отлично. Так, рой насекомых пошел. Давай еще вот так сделай мог. Бобер не попал к тебе. Вообще, мне лучше не тратить так много заклинаний, если честно. Пользоваться... Бесплатными. Потому что еще два файта, скорее всего, будет. Ох, бобер попал, молодец. У этого вытащим характеристики. Легкое ранение. Ранение. Я бы здесь... Врагом немножко по... Это самое покотал. Хорошо. Чистый урон пошел. Кого защищать? Стойко защищать. Заимствованный инстинкт. У бобра... Есть. Мы снизили, кажется, у него защиту. Но хотя у него... Почему-то защита основная 135. А что дал мне заимствованный инстинкт? Ну, не характеристики точно. Видимо, защита. Да, вот 112 у меня такого не было. Да, написано же. Заимствованный инстинкт. Причем он вытянул еще основную защиту. Там у него было, видимо, 155 защиты. Другим способом пробить мне его было бы крайне сложно. А вот сейчас нужно стрелять по... Сто процентов по другим врагам. Ноль процентов попадания. Как его вообще убивать-то собираюсь? Стойко глушен. У нее нет резистов к огню. Защиты понизились. Из-за оглушения явно. Давай так. Ну что, маг стреляет так. Байбер, давай, попади, давай. Попал не очень сильно, но попал. Ранен, ранен. Тяжело ранен. Этот умрет, скорее всего. Давай вот этого парализуем. И еще. Какой этого? Почему-то я оглушен. Сделаю мунвелл сюда. Очень много выносливости. О, убили его. Изи. Сейчас придем в себя. Разберемся сначала с двумя милишниками последними. А можно превратиться, кстати, и отправить... Друида в атаку. Не, на лучников давай. Давай, давай. 40 урона. 40 плюс 8. Стойка пусть бьет. Глядишь. Пушку свою. А, уже 9 из 13. 4 слепоты нужно наложить, чтобы... Да, давайте сейчас просто стойк будет бить его. Добил. Осталось два ученика, потому что, скорее всего, после того, как я принесу одному из них все части ключа, он скажет спасибо тебе и будет нап... Ну, начнет нападать. Не вижу причин, чтобы это не случилось. Здесь есть ожерелье непокорности для рейнджера, которого у меня нет. Защита от атак, концентрация, понятно. Есть еще колечко. Ловкость, реакция. Кольцо шипов есть уже такое у меня. Защита от сбивания с ног. Она на танке сейчас находится. Что касается заклинаний... Капризная порча есть. Ошеломление, недомогание. И, наверное, Аллот попробует. Да, еще одна записка. Сейчас прочитаем. Ты выбрал в большей степени, чем другие, выбрал путь, который соответствует твоим врожденным сильным сторонам. Твой разум лабиринт. И ты ловишь в него не только своих рабов, но и своих учеников. Именно поэтому я сделаю... А, нет. Тут нет никаких... Никакого введения в заблуждение о том, что он лучший и чемпион. Есть предостережение. И только. Порча топ спелл. Она же паралич кладет на большой область еще. Порча топ спелл. Порча, порча, порча. Мне казалось, что я... Так, надо скинуть... Те фолианты, которые... Кость с кейном. Фигур... Фигурка... Фигурка... Эбенового паука. Молодой паук. Вот вдоводел или в какой-то там... Короче, надо поставить сейчас пауков тем, у кого нет самонов. Например, стойку нужно поставить. Он никак эту защиту не поставит. У всех должны быть самоны, на самом деле. Это... Полезная... Полезная тема. Массовочку создать. Даже против тех же самых драконов. Полезно бывает. А, у друида гримуар с Порчей. Сдвиг измерений. Выявление уязвимости. Я не вижу Порчей вообще. Наверное, вот об этом речь. Каприз... А, Капризная Порча. Вот она. Капризная Порча. Тогда открываем гримуар наш основной. И накидываем... Четвертым заклинанием Капризную Порчу. Много спулов. Так, пойдем сдадим квест. Из серии Я такой молодец. Помог тебе. Но ее мы тоже убьем, потому что... У нее есть схрон с хорошими ингредиентами. Я нашел часть ключа. Хороший начало. До свидания. Но она обещает мне выдать другую часть ключа. Сейчас мы пойдем к предпоследней дворфеечке. Которая у меня буквально с порога предупреждала, хотела убить. Да, все сразу. То есть тут без, без разговоров вообще. Сейчас посмотрим. Но... Так, у них неуязвимость к огню, к молнии. сопротивление неплохое льду. Но по льду у меня есть новые сплы, которые должны неплохо зайти. Также по льду у меня есть... У меня точно было что-то у этого товарища по льду. Да, вот, пожалуйста. Они делают себе магическое оружие. Какой урон, ни о чем. С моей стороны имеется в виду. Бобер попадает. А дробящая как? Дробящая двенашка. Хорошо, тогда мы для начала увеличиваем скорость атаки. Тут чистым уроном вот так. Неплохо. Лучше еще чистый урон. Стоик должен был скастовать. Не понимаю. А, он лежит просто. Он просто лежит, поэтому он ничего не кастует. Нет, он не лежит. Он просто почему-то пошел атаковать. Так, Бобер. Бобер увеличил... Вор времени. Посмотрите, насколько вор времени. 92 секунды. То есть, он сейчас получил просто баф 50%. Уменьшил скорость атаки у врагов, но на 20 секунд, на 27... Для него это в очень крутом. Сейчас пока проблема в том, что... Может, мне пока малое воплощение сделать? Нет, лучше, лучше сейчас запилить какое-нибудь восстановление выносливости. АОЕшное. АОЕшное. Больно. Давай, рейли скуму. Там они весьма уже биты и ранены и всем. Второе дыхание. Выпиваем бутыль. Бобер попадает. А может и нет. Тяжелое, тяжелое, тяжелое. Как-то я слабо попал. Восстанавливаем выносливость. Раз. Это резурект не подойдет. Давай лучше второе дыхание. А, это дождь из ледышки урон дробящий, а не ледный. Почему? Один хит. Успела выпить. Может быть тогда стойком стойк, что ты делаешь? Ну вот скажи мне, что ты делаешь? Мне нужно что-то укрепляющее, восстанавливающее выносливость, но ладно, давай так. Он вроде второе дыхание лизнул, но выносливость у него по-прежнему как не было, так и нет. Так, там стунн-курс работает, сейчас очень быстро развалятся все оставшиеся. 50. А вон она стоит, подруга. Надо ее парализовывать уже и стрелять по ней. Потому что эти уже при смерти это легко разуплотниться, а вот ее надо бы... Да, ее парализуем на 12 секунд и врываемся. Еще один ученик минус. Хорошо. Так, здесь есть гримуар с тоже дивные мучения какие-то. Решительность интеллекта восприятия на врагов вытягивает из цели два мощных воздействия, которые переходят на ближайших противников. Да, это место вообще для магов превосходно. Такое прям отклонение девятка. Ок. Реакция два. Вычет урона нет. Отличного качества доспех. Булава отличного качества. И все. А это что? Отклонение до попадания. И записка. Я горжусь тем, что ты пострадала за свое ремесло. Пусть другие ученики обладают более глубокими знаниями, но твоего упорства нет ни у кого из них. А все потому, что ты понимаешь, чего не понимают они. Твое тело это оболочка. Если ты хочешь достичь силы, которую желаешь, ты его переживешь. Другие сражаются и строят козни друг против друга, только тебе известен враг. Ясно. Вору времени по идее с лучком должен быть топ. Типа перезарядка минимальная или... Собираем. Проход дальше. Журнал исследований. Новая формула оказалась успешной. Связь с носителем стала в два раза крепче, чем раньше. Презентация для канцелота будет великолепной. Нужно сначала заполучить больше скелетов, а потом продемонстрирую свой эксперимент ученикам. Каждый хотел как-то выделиться. Так, тут еще отличного качества доспех. Щит. Топорик. Ой-ой-ой-ой. Тут скелетики вообще базовые. Ой, ты какие маленькие. Нам набирало здесь для экспериментов, ясно. Давай как-нибудь эффектненько. Что-нибудь туда сразу раз. Давай-давай-давай-давай. Стоп, а может я стойко тогда прокачаю здесь? На ослепление у вас нет? Вот оно! Вот он мой шанс! Все, ребят. Все остальные отступают. Стойко, во-первых, не должны пробить. А он будет бить постоянно. Так, могу его бафнуть, кстати, на скорость, например, атаки. Самое главное, будет ли действовать ослепление. Давай посмотрим. Где эти с 13? Ну, я надеюсь, что будет. Тут не так много... Ну, блин, ну, ослепи. Есть ослепление. Одно. А можно пока, кстати, прокастовать заклинание, чтобы у него ослепление спало. А нет! Нет! Миша, у тебя же черт! Спейл! И тут я умудрился зафейлить, блин. У меня же устойко вот... Ах, там урон деви... Такой ты не... О, привал. о господи, такой-то не очень вообще... Ладно, ничего. Тут нет никакого схрона. прокачано. Да, только один удар нанес. 10 из 13. Ну, все, сейчас мы проверим на валидность последнего ученика, но мне кажется, что она скажет отдай мне эту часть. даже не скажет, она просто нападет. Мне, типа, нужнее. Ну что? Вот, получил часть ключа от других. Большой зелий выносливости, три свиток доблести. И хорошо, возьми это теперь, чтобы убедиться, что мы упорили друг друга, не зная, что от тебя не надо, я знать не хочу, она скрещивает руки на... Если ты попадешь перед ряготой, не рассчитывай, что я тебе помогу. В моем понимании, наши с тобой дела закончены. Ничего себе! Она оказалась адекватной. Но, проблема в том, что, во-первых, тут есть ценный лут. для грейда пушек вайтмаршевские, в смысле, для белой кузни. Я не знаю, что... Простите меня. Простите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Да, я знаю, я поступил плохо. Знаю. И что? Что-то невосприимчивость какая-то. Идет. Идет. Блокировочку ставлю. О! Чистый урон заходит. Это хорошо. 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 Господи, как закидывают, а? Рой насекомых пошел. Здесь второе дыхание. Как они лупят, а? Тяжелое ранение. Легкое, тяжелое, легкое. Ранение. Ем. Мунвейл пошел. Я говорю, Мунвейл пошел. Почему не хочет кустовать? Пошел, Мунвейл. Так, бобер вроде как попал. Ему бы еще вот так вот себе выносливость восстановить, но у него с ХП проблемы. Ой-ой-ой, стойк подошел. Огненный урон не уверен. О, вот, появилось. Все резисты хорошие. Нужен серьезный урон. Этот не подойдет. Нужен просто высокий урон. Типа огненный, стоп, сок священного огня, или как он там называется. Здесь аналогично, нужно что-нибудь жестенькое. А фейерболт, я сколько за... 30-40, понятно, кто-то будет. Давай, перезыв ко сну проверим. Вроде как пробить должен. Кажись, левелапы были. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Ладно, давай так. Так, стойк упал. Стойка надо поднимать. Это двойник этот идет еще. Ой, я могу его парализовать. Ееее. Стойка вернулся к жизни. Тяжелый присмертик. Хорошо. Ха-ра-шом. Шо, здесь. Давай вот так вот. И выносливость остановлена. застревание. Так, у меня есть один привал, так что все нормально. С дальними разобрались. По сути, остался только вот этот упырь. минус 3. Ладно, есть, есть, все есть у нас. Все есть, не беспокоимся. Есть, убили. Нет, остался вдохновленная палочка волшебная осталась. Короче, всех учеников убили всех учеников. Весь лутс соберем сейчас. Встаем, ребят, два новых левела. Так. Дальше. Способности паладина. Смотрим. Из новых. Отречение силой воли паладин может уничтожить любой дух или призванное существо, уровень которого ниже уровня паладина. Духи и призванные существа, чей уровень выше или равен, получают чистый урон. Священная жертва. Паладин концентрирует силы своей верой и поджигает себя синим пламенем, принося себя в жертву. При каждом срабатывании способности паладин, а при каждом срабатывании способности паладин получает небольшое количество чистого урона. Враги в области получают огненный урон. Союзники получают небольшое количество выносливости. На себя чистый — это но врагов 20-30 неплохо выносливо с десяточку так себе но это из новых остальные все мы видели ну либо взять четверности увеличить защиту от заворожения доминирования дезориентации священная жертва один раз забой и вроде нормально вроде нормальным давай священную жертву будем гореть ох паладин 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 левел ап у у друида заклинание на третьем левеле на халяву можем закрепить это будет возвращение шторма и четыре новых спала появилась зов древних черный слезняк болотный слезняк морозный слезняк вызов придает физическую форму создавая два или три случайных слезняка дар природы все незанятые ячейки быстрого доступа заполняются чудодейством нектаром который при употреблении дает бонусы в бою и лечит ярость шторма вычторона плюс 15 огненно электрический ледяной неплохо очень даже неплохо и возвращение шторма это мы закрепили только что то есть три заклинания новых надо посмотреть сколько бутылек то дает что он дает вообще какие эффекты стойкость реакция плюс девять клонения тоже максимальная тут а лоту снова книгу выдаем собрали раз все эти пушки они в действительности были оружиями тоже только зачарованными и тоже можно будет продать так вижу ловушечку так индует нет 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 не получается обезвредить ловушку еще паук кажется у танка паука нет 1 верно white марш сходить сковать получить для крафта темы волшебная палочка двуручная журнал исследований длительное зачарование на одушевленном оружии остается непостоянным не удалось исключить влияние типа оружия и материала но очень обескураживает когда одна и та же процедура на идентичных экземплярах оружие дает разные результаты вонь из лаборатории пелдена тоже особо не помогает старейшина рассчитывает что я изменю баланс сил на острове в пользу нашего племени если не смогу вернуться домой с надежной армии из оружия то лучше вообще не возвращаться я активизирую ловушку танком обязательно как как без этого я же спать не смогу узнаю что а вот два гримуара все что ли открываем 500 монет не самые ценные итак у нас есть мы во первых открыли комнату небольшую такую сокровищницу все полутали убили всех учеников из возможных можно сейчас поспать на самом деле чтобы мне не нужно он же добрый этот маг хотя коварный я готов встречу сначала докажи что зашлишь я готов волшебник должен защитить себя как от мистического так и мирского и из многих защит которые доступны волшебника какая важнее всего крепкий доспех чуткий разум заградительное заклинание мощный посох все короче чуткий разум вне категории получается давайте чутки разум на учился принято понятно но еще волшебник должен защититься от собственных недостатков чтобы не пасть их жертвы какая слабость смертельный всех остальных и уик уик гордость судя по его ученикам то ли тут несколько вариантов правильных то ли меня везет но силу волшебника который поднимает силу магии практически безгранична какой аспект магии важнее всего для сильных заклинаний мне нравится загадочность зрелищность это загадочность готов к встречам чуткий разум гордость бездесущность неправда а я не прочитал четвертый лист видимо то есть если у тебя нет вот ты возишься с клинками и дубинами в то время как твои конкуренты управляют телами и разумом других и поэтому они смотрят на тебя как на пренебрежительно пусть магич часто привлекает личности с определенным складом ума таким что любит загадки и впечатляющее волшебное зрелище но ты не отягощена этим ты видишь магию такой как она есть это сила которой можно придать любую форму вот это ответ на вопрос ты подстраиваешь ее под свои потребности а это и придает самым великим заклинанием мощь пока другие ученики будут все совершенствовать свои амбициозные заклинания ты уже закончишь свои когда день придет нанеси им удар не мешкой у нас же еще лава лапчик механику конечно 13 уже не хватает способности авантюриста если в интерес участвует в окружении жертва нет шаг в тени один забой урон ближним урон в дальнем проходя через грани в интерес мгновенно перемещается другую точку бы коротко автоматически возвращается на когда заканчивается нет утечка проводит основной атаку торнется дополнительный урон может оглушить цель что-то мне вообще не впечатляют оставшиеся заклинание но это не это же ассасин он изначально милишным поэтому беспощадная атака совершающие колюча и можно последний удар взять это range надеюсь это range нет там там раньше слабенький как раз у него видеть карте не то податливостью можно превратить любое заклинание да но мало кто станет достаточно уменом чтобы с ней управиться и последняя загадка назови истинного врага волшебника вы зельчу честолюбия соперник скорее всего или нехватка знаний но мне кажется честолюбия это это было в письме и конечно я и уязвила матча у меня нет мода у я банки я ставил уранде стенде ремейнс ретер нервность юмей может сходить блин ну я чувствую замесом пахнет то есть когда ты заходишь в комнату где уже к полукругом перед тобой стоят разноплановые враги это значит будет замес а он там ловила 15 наверно 16 здравствуйте консилот чахлая фигура склонилась над стопкой книг когда вы входите в комнату она выпрямляется и вам кажется что вы можете разглядеть каждое ребро и каждый позвонок шевеляющийся под бледной пленкой плоти фигура поворачивается перекручивая увядшую кожу и сухожилия вокруг костей на угловатом сморщенном лице горят два глаза жаль что ты сбросил одно ярмо только для того чтобы оказаться в другом его глаза блестят вот brings you to my привело тебя в мой кабинет услышав о носителях рваного знамени я подумал что тем может понадобиться помощь я могу разделаться с любой жалкой банды наемников которые мои враги пришлют за мои филактерии он проводит костлявым пальцем по щеке его глаза задумчиво тускнеет бать я сюда ты можешь помочь заклинания питаются от сущности в окружающем эфире жалкий ручеек энергии который стекает с колеса он вырисовывает магические образы воздухе вокруг себя поскольку среда такая слабая волшебнику обычно нужно концентрировать усилия на рунах и магических формулах которые ее направляют он складывает свои узкие пальцы домикам но представь что можно было бы сделать более мощным источником энергии душой хранителя например его глаза сверкают губы искривляются в ужасной гримасе кажется это не добрый волшебник это это не вне гэндальф это кап не хочу больше ничего слышать уйти не кажется что а я еще не не на привале ну короче я посмотрю кто он скорее всего он этот носитель надо будет передохнуть и посмотреть кто твои враги и моих глазах или их уверен ты слышал о великих верховных магах и лоры нина гафте минолете китселе калакоте а еще аркемире и ленграте мы все сильно повлияли на теорию и практику магии только не всегда наши взгляды совпадали расскажи мне о филакторе и хочешь упразить ее из под моего носа можно подумать это так просто филактория это не какая-то безделушка которую я ношу на шее или прячу в сундуке это сложная сеть заклинаний сплетенная в мой череп рунами и запечатанная стержнем и а из адры тонкая плоть натянутая на его щеках дергается при воспоминании по этой причине я здесь выживаю а для какой магии нужна сила души хранителя для самой требовательной передовой такой над которой волшебники спорят столетиями такие имена как киды больт красный и маурой семи холмов даже тебе они должны быть знакомы он наклоняется ближе постукивая костями от энтузиазма я все равно не понимаю о чем ты говоришь ила изгибать и перекручивать время как прядь шерсти накрученную на палец ослаблять его течение до тонкой струйки возможно даже обращать направление обращать направление ты знаешь кто нанял носители рваного знамени один из верховных магов не всякого сомнения дает небрежный взмах рукой я ставлю на арки миры или ленгрота они всегда скрывались за чарами отвлекающими маневрами но это мог быть любой из моих соперников я я пошел куда ты собрался ну и ясно вот кто бы сомневался ой господи мне говорили что маг который здесь вот вот этот вот маг он сильнее всех с кем я когда-либо встречался вместе взятых а я не посмотрел кто он блин вот и василия ты в вк есть нет саурон хочет тебя что что случилось саурон а он саурон да похож блин ну ладно давайте тогда я буду отталкиваться что он носитель сохранились на другое да ща убьем я же с котом вообще вместе сейчас из-за угла по по грамотному расставлю всех пацанов вот так вот здравствуйте здравствуйте ашей вот brings you to my spell because but imagine what could be done так давайте я поговорю my the power to war атаковать ой там еще же эти вот вот эти вот друзья шки ну сейчас очень внимательно начиная с омонов тем кто не может нормально действовать бобер попал танк уходит тут блесс делаем тут стреляем стреляем прикольно когда у тебя все заклинания есть еще дополнительные появились прям замечательно так могу ли я сделать сразу же время минус скорость атаки у этих чтобы не терять его на косты когда другие подойдут ой что это там что-то взорвалось но танк успел выбежать из весьма опасного места блесс прошел ту-ду-ду-ду ту-ду-ду я бы подошел вот этими товарищем но ее ее и накинул бы еще защиты от магии да наверное вот так вот сделаем потому что явно сейчас будет топовый дамаг от стихий так подруга 99 ок тут потом лучше сделать так этих поближе все равно закручу как как смогу а я не смогу так сделаем волк не страшно тут стоит он далеко далеко так жук готов жук работает тут кастуем тут стреляем спокойно так бобер скастовал вот эту штуку до вору времени отлично других перейдет да перешло там дальше ну что бобер стреляй стреляй по наиболее уязвимым целям это 74 или 64 74 потому что видимо танк бьет и ту же самую цель ну где там а там ужас уже перезарядка накидываемся до стон курс для начала и давай хаотичную сферу это для стон курса там удобнее тема их у меня побольше будет они куча довольно таки стоят поэтому можно так второе дыхание юзнули хорошо сейчас скорее всего грозу нужно потом руй насекомых а потом еще чистого урона сверху добавить бобер парализован это плохо ой он гад констует что-то что-то он кастует у нас ливость блин чебобра поднимать не поднимать давай священную жертву сделаем ой цепную молнию он кастовал да мне нужно воскрешать стойком что тут всех надо воскрешать если честно ситуация неприятная как и видите ой там еще сейчас пойдет урон чистый блин вот не плохо что он видит меня отсюда наверное надо было все таки за угол сильнее завести чтобы он видел только танка и не кастовал всякую лабуду выносливость восстанавливаем стоп а почему ты а доспех сработал тогда тебе не нужно свиток юзать тебе нужно туда контроль и добавить какого контроля ну вот давай сферку туда а вот стойк стойк может юзнуть воскрешение бобра плюс восстановление выносливости так а может и и он лёгкое ранение ранение проверить с пустоты так полетел к сферкам паралич есть давай второе дыхание тут каст пошел еще бутылек пожалуйста о тут можно вызвать вот этого товарища о воскрес бобер засамонили еще гоу ре говорит лонки понки сам иди ре я до конца буду сражаться а ты там поступай как знаешь в общем ну бас так добиваем раз добиваем два бобер 93 давай стреляй за 4 урон этот умер я лучше поболее во 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 по волхву стреляем ай больно вставление выносливости не сразу и надо по нему стрелять этим раз два о лот второе дыхание либо либо забить учитывая то что есть у меня тут какой-то запас по хп и скастовать еще разок может добить кого-то нет а мне как добивать и давай тогда к станем вот так добили еще одного врага у бобра точно стопроцентная точность по нему ой ой пагубное облако 4 промаха 3 попадания 3 критические попадания но он попал по самоном очень сильно я надеюсь на восстановление выносливости вообще нужно резнуть друлем можно раньше бобер у меня тупит тут выпивай медленное восстановление выносливости давай выносливость восстанавливаем так второе дыхание стойк упал свиток резурект надо успеть сделать так бобер очень много выносливости восстановил благодаря вот этой своей замечательной обилке еще можно ужас попробовать сделать там параличи ослабление контроль все еще есть какой-никакой но босс все еще жив то есть он здоровый у меня два трупа двое людей при смерти и это конечно конечно же это проблема и паралич давай паучка вызовем тут тоже паралич сколько паралича 6 секунд до свидания короче говоря наш ласковый мишка паучка падают все кроме танка и теперь уже не почему я могу восстановить воскресить алло там обилкой палом давай 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 тут самон один ну давай восстанавливай его бобер бобер успел выстрелить нас и ракет восстановили ашотом ашот должен должен успеть сделать резурект остальных блин держись танк какая грязь и там стон курс окаменение 2 секунды все там сфера поотскакивала она видимо да теперь все хорош 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 а стоп дай посмотреть как кто он носитель а как чего и следовало ожидать можно знаете что сделать не открывать дверь и уничтожить сначала этих двух рядом защитников и потом только идти где по диалогу босс конечно сложный учитывая то что здесь и левел выше чем чем мой но хотя уже разница где-то в пару-тройку левел всего лишь новый уровень у нашей подруге я так и не решился что и брать хотел проверить последний удар можно шаг в тень взять но что это на дальний бой тоже влияет действительно танку обязательно нужно еду поесть действительно тоже тоже правильно жалко у меня морковки нет можно еду вот вот такую обычную силосложение восприятия макс здоровья выносливость сила выносливость интеллект восприятия короче всем ем все кроме мяса да да good я пробую расправить сначала смелки капец они сами по себе дают весьма классные эффекты я в шоке там параличи какие-то дикие ладно зато никто не согрелся ладно поехали раз два три четыре пять шесть семь восемь девять очень плотный ем к сожалению мне нет из дракона ничего такого хорошего а не хочешь не хочет есть все сейф быстрее 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 сейчас попробую за углом подольше находиться начнем с блэссом продолжаем вызываем самонов хо 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 их противоположную часть или 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 Давай-ка Тут так 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 Сколько действует? А, это пофиг Заходим за угол Тут готов уже В стойк кастует на всех На наших положительные всякие штуки Я за угол Здесь в дверном проеме начинаем их крутить-вертеть Желательно, конечно, даже не показывать пока этих Пусть они заходят Все, теперь можно Понеслась Итак, чистый урон, раз Так, из-за угла аккуратненько, чтобы Мне даже не подходить ближе Ты ее за и так? Выносливость будет восстанавливаться А, вызови еще Не-не-не-не-не-не-не-нет У меня самонов хватит Надо их уже подводить сюда Подводить и атаковать Бобер Пытайся попасть Сложноватым Сложноватым Может быть, тогда пьявочкой вытянем? Давай Хорошо Так Тот не определяется немножко А я вытянул вообще или нет? Embarrassing, он сказал Видимо, чертов стыд Да, промахивается по противнику Ну, класс Семнадцатый С чего у вас такие штрафы-то? Я вообще не понял Почему Резко Уменьшилась вероятность попадания Прям колоссально Что произошло? Страха вроде нет А, ужас есть Все вижу Вопрос снимается Ну, сейчас будет двадцатка Еще точности Бобер все равно попадает Молодец Я бы хотел, конечно Увеличить еще точность бобра Заимствованные делаю У нас тут Человек пятнадцать, наверное Со всеми жуками А враг пока Главный не может подойти Это очень хорошо Так, тебе бы Продолжать накидывать туда ОЕшечки Там есть неуязвимые К разным типам урона Кто-то к огню Кто-то к молнии Кто-то к кислоте А что по поводу холода Есть к холоду Короче, разноплановые вещи Нужно туда накидывать Не концентрироваться на одном Сейчас пойдут насекомые Ты же должен был Скастовать насекомых А, да Хорошо Заимствование инсен Сейчас пройдет Вероятность 38 71 Хорошо Сейчас еще будет Плюс 20 Защита от страха А потом плюс точность Далее что? Это вот заклинание Нахваливали По контролю хорошее Бобер 40 секунд Заимствованный инстинкт Столько положительных Надо сейчас закрепить Положительные воздействия А что он заимствовал, кстати? Защита, защита 20 После защиты от страха Ты вот делаешь вот так Полежина подойти не будет К сожалению Ранение тяжелое Легкое Консилот уже легко ранен Что тоже весьма неплохо Я бы подошел вот так В надежде на То, что будет срабатывать Чторм Давай выносливость Выпьем Паучки Многие тут просто Халк Время не могли подойти О, паралич Точность и выносливость Восстановили Сейчас закрепление идет Надо стрельнуть По вот этому Альгулю Бобром Чтобы прям вот Точно попал Ой Что это было? Ох На 78 Сосредоточение Так Теперь я хочу Скорость атаки апнуть Но все с ОМОНы ушли Все с ОМОНы ушли Потому что время Закончилось с ОМОНом Можно вызвать У кого-то был еще Какой-то с ОМОН Кажись Или нет Да, был Стойка Но он занят Более полезным Заклинанием Кастом Так скажем Где бы снова Обновить Круговерть Вот эту вот нашу О Пошли станы Хорошо От грозы Дальше опять Чистый урон Вот так Накидываем Выносливость Выпили Реген выносливости Тоже лучше Заранее Пропить Так А лот Скастовал Опять Круговорот Туда можно Теперь закинуть А давай Снова Стонкурс Прямо По всем А Бобер Сейчас вытянет Скорость атаки Возьмет себе Скорость атаки Попал Вор Времени Попал На 96 секунд Ха-ха Да 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 Проверить Пустоты При смерти Что я еще могу Сделать Хорошего Вот такой вот Блесс Обычный Критическими Становится Хотя Можно было бы Стоиком Вот сюда Вот дождь проверить Ураган Ооо Хорошо Давай Можно засамонить Чтоб повеселее Было Хотя Сейчас там Мауе Зайдет Не стоит Наверное Что я могу Что я могу Шторм все еще есть Сложно сказать Ирон Секомых Тоже Наверное Закончился Уже Можно Хороший урон Огнем Нанести Вот так Еще Все Самоны Закончились Отчего Алло То Не Не Алло Окаменение Там Работает А дай Попробуем Добить Кого нибудь При смерти Вот этим Чистым уроном Плюс Там Призрак Должен Появиться Проверим Хотя Там Тяжелые Ранения При смерти Нет Что еще Что еще Хорошего Ты можешь Сделать Подойти Чуть Поближе И Сделать Вот так Вот Давай Не так Много Урона Зашло Друидам К сожалению Ой Что-то Кастует Давай Шторм Обновим Друг А все Уже Падают Остался Главный И двое Маленьких Упырей Это Мое Прилетело Все Что он Сможет Сделать Дракон 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 Был Сложнее 7 7 300 Опыта Всего 25 Косарей За За Этот Поход Итак У него Есть Скипетр Отличного Качества Отличное Отличное Заклинания Много Разных Заклинаний Хороших На Седьмом Левле Сокрушительное Проклятие Концелота Дробящий Урон Сбивание С ног По-настоящему Уникальное Заклинание Сокрушающее Проклятие Концелота Призывает Огромный Магический Молот Который Раз за Разом Наносит Удары По цели Причиняя Дробящий Урон Сбивая С ног Молот Наносит Ряд Ударов И с Каждым Разом Становится Все Больше Разрушительнее Надо Записывать Огненный Шар С задержкой Был Это Сизаемый Фантом Я взял Стена Осушения Я решил Не брать Но Защита От Сбивания С ног Защита От Заклинания Плюс 10 Отклонение Пятерочки Сила Решительность Плюс 2 Широкий Пояс Так Отклонение Девятка О Череп Какой Там Дает Видение Концелота Один раз Между Отдыхом 40 Чистого Урона А Он Призывает Концелота И Наносит Себе Чистый Урон То есть Теперь Мы с Магом Будем С Можем Мага Призывать А куда Это Можно Поставить А это Ручное Животное Заменяем Кота Где Он Там Он Сзади Летает Кажись 10 Вон Видите Тянет Него Спутник Черепа Может Призвать Дух Верховного Мага На помощь Вызванный Образ Произносит Заклинание Но тот Кто Его Вызвал Получает Чистый Урон В течение Всего Времени Действия Неживый Волшебник Выкачивает Жизненную Силу Класс Надо Проверить Ох Ну Смотрим Ой 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 Огромное Количество Ингредиентов Глаз Небесного Дракона Для Крафта Там Предпоследнего Качества Полки От шкафа Забиты Книгами Вырванными Страницами Разными Артефактами Многие Корешки Покрыты Неразборщимыми Символами Для поиска Понадобится Часы Обыскать Куча Свитков Почти все Были залиты Водой Испорчены Один Все еще Пригоден К использованию Свиток Сотрицающих Стрел Минолетты Болит голова И покраснели Покраснели глаза Здесь тоже По часы А, конечно Обыскать Книга Покрыта Странными Символами Гримуар Нашли Потрепанный В боях Гримуар И надо же Еще нашему Ашоту Записать В гримуарчик Заклинанием Вот эти Вот все В первую очередь Уникальное Заклинание Нужно Протестить Вариативность По сполам Конечно Больше всего У волшебников Но Приходится Учить Много А тут Гримуарчик Довольно Стандартный Ничего Нового Я в нем Не обнаружу Так Седьмой Левел Мне самое главное Сокрушающее Проклятие Взять А как Давайте так Сделаем Я что-то С гримуарами Опять напутал Ну ладно Это да Это да Это да Это да Там еще Горит одно Уникальное Заклинание На Выкинил Эту Вторую Книгу Да Уникальное Заклинание На втором Так Потрепанный В боях Не тот Не тот Нет Нет Да что ж такое Так Разберись С гримуарами Нет Все Хватит Так Заклинание Немного Хватит Куда писать о багах Ну Как обычно Бета Собака Goodgame.ru Так Есть лампа С ОМОНов Или в теме На форуме Отписывайтесь Пожалуйста Призыв Тень Умершего Наверное Стоит Заменить Каких Немного Нестандартных Жуков И стой Посмотри Я же не увидел Ни одного Схрона Это маловероятно Это же маг Серьезный Как он может Без схронов О Ой хорошо Восемь бутылок Самых Разнообразных Итак Чтобы не забыть Чтобы не забыть Во первых Я меняю там Скоробин Другого Скоробея В смысле Не скоробея Меняю А Дух Оставлю Вместо Скоробея Могу Срезать Тут Вроде Везде Был И Надо Понять По журналу Что Мне В принципе Делать Замок Замок Я не помню Как назывался Квест К сожалению Давайте Я схожу Пока что В этот White Marsh И наверное Прогрейжу Одну Какую-нибудь Пушку Например У Бобра Что там Такое Специально Смотришь Не тот Гримуар Насмотреть Тот Который В слоте Под Гримуар Специально Ты все Пишешь Гримуар Который В слоте Для Баночек Точно Да Гримуар Это Там В другом Месте Вот В этот Нужно Да Да Так В замке Назначаем Валеру Спускаемся Ты уже 17 стримов Не можешь увидеть Где у Вот Гримуар Которым Он Пользуется Да И это Мне не Мешает На максимальном Проходить Так Эм Вайт Марш Арсенал Да 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 Это успех Я когда Когда ты Это знал А потом Забыл Да Визитная Карточка Ага Сейвы Проходить Да 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 Конечно Я знаю Ты Делала Что Дело Я Прашиваю Что Я Тихо Сколей На Твою Дверь Я Я Вместе Это Первое Дальше Твою Два 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 Одна Два 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 Я Два 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 Ты еще пытался из пары гримуаров сплывучить Там герой думает, что он ничего нового исхипнул А, да, да Это нормально Так, здесь мы перебираемся на противоположную Да ладно, отсюда не забраться, что ли? Серьезно? То есть с той стороны мы могли спрыгнуть, а с этой нет Ладно Построй мост О, тут рабочие появились Их жизнь налаживается Нормально Кто такая? На затылке у женщины Орлана мешанины из запаленной зеленой-коричневой шерсти Темной, покрытой шрамами плоти Она замечает вас резко отпрыгивать, не сводя с вас пару разноцветных глаз Один золотой, второй красно-коричневый Она подергивает левым ухом, похожим на Похожим просто на шишку на черепе Наконец ее лица спадает напряжение Подумала было, что ты один из рецерцев Потом заметила, что у тебя все зубы на месте Ха! Я повелитель... И мозги тоже Не, я повелитель огня Погоди, поговори в здоровое ухо Она кричит еще громче, повернув к вам Лысое, но целое ухо Так что ты там... Слушай, а я тебя раньше не видела Я вернул пламя в белую кузню, а ты кто такая? А, вот оно что! Земля ж встала в арте тряслась Она восторженно закрывает глаза С близкого расстояния, наверное То еще зрелище было, такой пожар Чем вы тут занимаетесь? Ну так, помаленьку расчищаем туннели Взрываем старые баррикады Приближаемся... А прибираемся, вроде того Но скоро нужно будет проверить пушки Она понижает голос до шепота И, по крайней мере, пытается Нажимает руки И с почти религиозным благоговением Поднимает взгляд на высокую башню Что ты имеешь в виду? Она качает головой, словно Наставляет непутевое дитя Это группы из Рецераса Армия, хоть и малочисленная Зовут себя Железными Цепами При этих словах Вы внезапно вспоминаете свой сон О загадочной армии Уничтожении крепости Кайднуа Образы тают Последний из них Еще одно видение сотен глаз Следящих за вами И что-то еще Мы отбили их атаку Несколько недель назад Но далеко они не ушли С орудиями укрепления в лесу Насколько я слышала Они строят очень серьезное Осадное орудие Глаза ее сияют Уверен, что за этими стенами Вы в безопасности Они уже много сотен лет Неприступны Ну, не знаю Что-то же сюда прорвалось Хоть и давно-недавно Оно указывает на двойные врата И многозначительно смотрит на вас В любом случае Их мы остановить сможем Ну, как только у нас будут дальнобойные пушки Оно вновь поднимает взгляд вверх Я понял Я туда отправил группу Но они вернулись Ни с чем и ноют Про Скульдраков И прочую нечисть Кульмару чуть ногу не оттяпали Не оттяпали они группа Понятно Я бы смог разобраться Это очень помог Будет очень жаль Такие красивые штуки Просто заржавеют в башне И все, что там найдешь Можешь забирать себе Так я там был уже В арсенале Я не пойму Откуда Пройти сквозь врата А, вверх по лестнице На стене я был Но там был тупик в прошлый раз Он расчистил завалы Понятно Можно добраться Понятно Окей, пушка к бою Кота на вебку Это не наш код Ребята, кота на вебку Он сейчас принесут Он не похож на Давай Давай, давай Ничего себе Здрасте, мордаст Он умеет спать Как этот Ням-код Который Перед лапами Что тут? Все, все, все Давай его носим Кота-бармот Так, белый кузни Подходим Пацаны говорили, что ты скипнул Несколько свитков в арсенале Пацаны говорили еще, что я Сундук не утонул В главном зале Один там был такой Вот А почему разведки нет? И тут сундук Не лутанный Блин, да ладно Не-не-не-не-не-не-не-не-не Нет, он был лутан В прошлый раз Точно, точно Так, делаем слиток один Одного не хватает Пластинчатый доспех О, и вот Единичка руды Как раз Хорошо Хорошо, у меня есть теперь Три Три слитка Три Три Что я могу сделать? Я могу граидануть пушку Вайт марш Два из трех Нет Надо по единичке Чтоб стоило Доспех хороший какой-нибудь Вот Единичку стоит Часть критических Становится обычными Штраф к скорости За доспехов Снижается Пожалуй, я сделаю 35 Будет 20 Защита 111 102 97 90 Ладно Но я не хочу Идти дальше Поэтому Я чувствую, что это Просто это Эдончик второй Как-то это неправильно Ребята Надо идти Дальше постанову Квесту Сейчас, во-первых Нужно рассказать, что я Справился с квестом Ланслота Ну, этого Не Ланслота А мага А это что такое? Тут столько ништяков Оказывается И никто не против Того, что я лутаю Все здесь Корбал Привет Я знаю, кто ты Если б не ты Меня б здесь не было Товары Во Опа-опа-опа Шлемак Уникальный Какой? Интеллект Плюс 3 Ну, в принципе Неплохо Взять Ашоту Взять Ашоту Два привала Берем Берем еще Бутылок можно таких взять Слабо Так, у меня есть Много предметов Отличного качества Я все равно буду В колоссальном плюсе Даже Продав часть оружия Ой Получилось А может Друидом У меня тоже АОЕ Да, Атлетика Ловкость лесом идет И мы ему ставим На интеллект Заодно Проверяем Сундучки Открываем Ключ какой-то Старого стражника Окей Настало время Валеры Точно? Да, назначили Тут очень много лута Оп Хорошие Отличные Я не помню Этих мест Вообще Ну то есть Вроде Вроде я их просто Открывал Все Ой-ой-ой-ой Что я взял Что происходит Скрипт какой-то Кто ты такой? Гарат Мир вокруг Мерклин Зрение теряет четкость Когда вы снова Можете видеть Вы оказываетесь В ледяных водах Залива Ваше тело Не имело от холода Легкие горят От напряжения Поблизости Вы видите Ардели и Бадрина Они плывут С отчаянной энергичностью Чтобы вас обогнать На далеком берегу Ожидают члены Вашего племени С ними И Олара Дочь вождя За ее руку Вы втроем И состязаетесь Сдавайся Сдавайся Агарат Ардаль Обгоняет вас Несмотря на все Высшие усилия Вы не можете Его догнать Поглядывайте Чтобы посмотреть Где Бадрин И почти случайно Замечайте краем Глаза Голову морского Змея Который спешит К вашей группе Как и раньше Мир замирает Без вашего руководства Следы воспоминаний Теряются Атаковать Змея Когда вы поворачиваетесь К змею Ваша усталость Улетучивается Он нападает на вас Широко Раскрыв челюсти Зубы длиной Фуд сверкают На солнце В последний момент Вы уклоняетесь Сторон И челюсти С хлопком Клацают по воздуху Но все же Вы оказались Недостаточно быстры И один из рогов Вспарывает Ваши предплечье До кости Вы сжимаете Зубы От внезапной боли Охватываете Лец Руками Шею змея Прежде чем Тому удается Обиться Вокруг вас Он бешено Бьется и крутится Пытаясь вас сбросить Вы держите его Изо всех сил Слабея С каждым вздохом Из-за вытекающей крови Вы делаете Единственное Что приходит вам в голову Бьете кулаком Прямо в глаз Погружая В него Руку настолько Насколько можете Змей извивается В агонии Ваша хватка ослабевает Вы падаете Кувырком в воду Ваше сознание гаснет Гонка Как я мог забыть Событие того дня Гарет смотрит На свои руки Теперь я помню Но почему-то Ничего не изменилось Прошу найти Последнюю часть Моего шлема Аааа Это старый квест По шлемаку Последняя часть шлема Опа Еще Железо И еще привал А давайте-ка Я сразу Привалюсь тут Я очень хочу Осмотреть Внимательно Вот Ну Большой зал Этой локации Потому что он Совсем изменился И Вместо Там разрушений Каких-то духов Тут Жизнь кипит И много лута Тут забаррикадировано Ну давайте Поднимемся наверх Хотя это будут Опять же квесты Квесты Судя по всему Вайт Марша А сюда рано Еще идти Так Слитки сделали Две штуки Один армор Прогрейдили Хорошо Можно взять Прогрейдить Стойковский армор Ну хотя нет Это Оно того не стоит Он не так часто Идет В мели И его Так Здесь еще Переходим Надо вспомнить Надо вспомнить Пушкик бой Это новый Квест В вязы Близнецы Пока еще Не ушли Видение Воспоминания Можно как-то Квест отметить Нельзя Пам-пам-пам-пам-пам Тлеющие угольки Веры Рыцарь Разбойник Это Сагани Стоик А стоик Что? Позже Узнаем И Эдр Тут Нет квеста Либо он Закрылся На самом деле Либо Это Шлемак Может Попробовать К Леди Веб Сходить О Ок Сейчас Есть вход В литейную У меня Кажись Часик Перестал Работать Понятно Если вы Слушаете Да У нас Сеть Упала В одном Из Содов Упал Упал Сглянем В Упал Слыш блин как не хочется самому час никаких уведомлений у нас не было работах до курчатова ладно там вроде на связи сейчас позвонят наши хотя обычно блин я понял чё пока без чатика я по вас скучаю и в таком вот легком одиночестве мы с вами направляемся сначала брэкбурри там я у трактирщика попробую купить еду сделать пару десятков блюд из мяса дракона а потом а потом потом посмотрим как не вовремя то суббота вечер и хочет там падает так трактирщик покажи минимум мне интересует просто еда там было не скорее ингредиенты меня интересует у него вообще есть они только готовые блюда блюда из яиц выносливость решительность и блюдо из мяса дракона ладно тогда я просто отдыхаю южный заслон завершила строительство делаем западный заслон лавил уже выше чем стандартной игре то есть я по сути мог уже закончить с текущим уровнем персонажи если понимает марш и и и этот маг так сначала зайду в дом хадрита осталась сеть окей значит можно обновиться и чат появится вроде что-то что-то загружается медленно попробуем доложить о наших подвигах вдруг что подскажет куда дальше идти нет ничего нового у нее нет не смущает не работающий чатик отвлекает это а вот заработал отлично так уважаемые зрители куда мне идти сейчас подскажите пожалуйста а то я я не знаю что-то с сайтом да я уже говорил что сайтом сеть упала на одну на одном из содов а у нас туда только переехал сайт вместе с чатиком поэтому у провайдера коннект раздвлеком а деревня белого перехода кстати верно именно в деревне белого перехода помните ключ да но я его не нашел прошлый раз стоп в смысле в деревне дирфу дирфорд скорее всего да смотри что ты хочешь я хочу пойти в локации которые справа а а а а а а а а бывает марш понятно сейчас я пройдусь по этой деревне может чего обнаружим крестьяне крестьяне тут просто привет свин привет тут мы сдали квест по свинье сюда сдали разбой с разбойниками разобрались вооруженные лавки тоже был пара квестов тоже была а ладно зайду в трактир посмотрю тогда бейн квест во втором акте откроется дальше локи а в каком втором акте в лечебнице говорят надо в лечебнице в лечебнице привет дампел ну во втором городе в лечебнице во втором городе в лечебнице не в лечебнице в лечебнице и в лечебнице Снова упал, говорят Класс, да нет, чат-то работает Богатый район Смучением, да я понимаю, но Ладно Я не знаю, куда идти нужно О какой лечебнице речь идет Опять, говорит, Гуф Что ж такое, ну Так, давайте на этом закончим Я и подустал от трансляции Возможно, сегодня будет вторая часть стрима Но Так нельзя делать Сейчас буду вызванивать и выяснять Что происходит Спасибо за то, что смотрели Надеюсь, что скоро с вами увидимся Пока